Всем привет, это подкаст UwebDesign, сегодня 4 октября 2016 года, выпуск номер 97, время полдесятого по-челябинскому. Всем привет! Нас для вас за недельку настоялись несколько громких тем. Дизайнем неудобства. Вышел HTML в 5.1. Мы используем лишь 10% мозга и другие мифы. Погнали! И, наверное, каждый слушатель скажет, это вы вот там 10% мозга используете. Да, хотя обычно все прибедняются, да нет, да я 5 вообще, да я 2. И все, и вот так. У нас на самом деле, Никита, во-первых, да, еще раз приносим извинения за то, что неделю назад не вышли. Как на работу, только не вышли в эфир. У нас внезапно сломалась наш звуковой интерфейс. Да. И спасибо моему старому другу Виталий, который нам его запаял пока за нихрена. Ну, я надеюсь, что... Он спросил, что мы на нем записываем. И, возможно, он теперь нас слушает, является нашим слушателем, и мы ему спасибо говорим. Да, во-первых, спасибо, во-вторых, передаем привет на всю страну его объявляем. Ну, то есть на 3000 человек. Как минимум. А это и есть вся наша страна нормальных людей. Это самые лучшие люди, победители. Ну, у нас 20, почти уже 2000, да? Подпиши. Так что не 3000. Нас просто медленно слушают. Все 22 тысячи послушают 2017 как раз. У нас план? Ну, план, план. Так вот, у нас там много чего накопилось, чем мы хотим как-то это... Мы хотим сказать, что мы когда-то, я не помню, в прошлый раз или в позапрошлый, забыли. Вот у нас есть такая проблема, забыли мы. Сказать, что у нас есть постик, в котором можно писать темы. Это мы в позапрошлый раз забыли, в прошлый уже вспомнили. Знаешь, почему? Уже 52 комментарии. Да. В общем, на нашем сайте eubesign.ru, как обычно, в сайт баре по классике заходите и можете оставить свой комментарий с темой какой-нибудь интересной. И желательно, знаете, вот точно, метко, интересную самую выжимку, одну темку кинуть. Сказать, пацаны, во! И не пишите, пожалуйста, вот это вот. Обсудите, пожалуйста, UX-страниц покупки. Ну, найдите статью, интересующую вас, похренную на английском, на турецком. Мы ее обсудим тогда. А вот обсудите, типа, вот найдите нам сами. Мы, конечно, прислушиваемся к такому. И реально, нам вот там скинули плагин какой-то. Вот знаешь, Никита, есть Advanced Custom Fills, да? Есть там у него Pro-версия. А нам какой-то Carbon Fields кинули. И там реально крутая тема. И сказали, типа, блин, чуваки, обзор плачет по Carbon Fields. И я реально задумался и закинул, закинул к нам в Trello, чтобы не забыть и сделать. Поэтому, нет, такое тоже пишите. Причем здесь интересно то, а это, кстати, интересно, что мы же тему-то на 98-й выпуск открыли еще неделю назад, и там уже 52 комментария. Там еще я видел Sleeping Code, Splin Code. Написал пост матрас. Да, об этом через неделю вы узнаете. Какой он там матрас написал. Матрас, причем, да, по русскому языку? Да. В общем, пишите обязательно, как вы с девушкой расстались, например. Да. С парнем, возможно. Потому что в основном все три тысячи-то наши. Потому что случай в московском каворкинге, ты имеешь в виду, да? Да. Это резонанс. Я думаю, все, мы уже поговорили. Про это поговорили. Чтобы подписывались на канал, говорим. Да, обязательно поставьте на паузу, потрудитесь и подпишитесь на канал, у нас много интересного. Поставьте лайки там, кому не нравится, поставьте дизлайки. Потому что я знаю этих вот. Они постоянно появляются, эти 10 человек, которые пользуются Xiaomi телефонами. Одна лысая баба, я запомнил ее. Вот я знаю, ты ставишь всем дизлайком. Что там еще? А, во, во. У нас сегодня, да, у нас сегодня, как сказать, интерактивчик. Призыв к интерактиву. Еще, знаешь, какая тема? Нам надо, короче, нам пацаны советуют, а мы видели, что крутые парни так делают, надо, короче, вступление, отбивку какую-нибудь, да, как в КВНе. И заключение какое-нибудь. Чтобы fade out, fade in был у подкаста, чтобы вы понимали. То есть, вы наверняка знаете, что это такое. Всегда в роликах что-нибудь крутое. Играет музыка, как там, рок. Юрк дизайн. Да, 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 во, во. Вот, вы слышали, вот так надо сделать. Да, и мы взываем к нашим слушателям и зрителям, которые пользуются программой Adobe After Effects, например. А, да-да, тут надо сказать, что у нас же все-таки видео, видео-хрень. Нам не надо только музыку. Да, нам бы хотелось как-то какую-то анимацию. Мы вас прославим в аналах. Да. Расскажем, что именно вы нам сделали там отбивку, вступление и заключение. Я даже не уверен, что нам надо, знаешь, очень хай-течно. Нам нужно просто со стилем сделать. Да, да. Нам можно прям вот как-нибудь... Вот как вы нас видите? Можно даже будет конкурс объявить, если много таких будет прислано. Но что-то я сомневаюсь. Да. Ну, в общем, дерзайте, пишите на почту work-sobaka-youop-design.ru. Вообще всегда пишите на work-sobaka-youop-design.ru. Да, туда можно, кстати, попасть и через youop-design.ru slash contact. Там контактная форма, можете выбрать там топик. Да. Вопросы, предложения для проекта. Другое, может быть, выбрать. Нам, кстати, туда регулярно пишут. Я прям даже не постесняюсь это сказать. И да. Не, я еще, знаешь, давай, допустим, раз все нас вот как бы вот... Все, кто сейчас дослушал до этого момента... Все, кто. Все, кто в секте. Все, кто дослушал до этого момента, я уверен, этим людям уже интересно, что мы делаем хотя бы, да? И у них уже можно спросить вам. Мы собираемся, ну, такая небольшая презентация, что, возможно, будем делать стримы. Конкретно, как это было, типа, разговоры у экрана, разговоры у туалета. Разговоры у туалета на сейчас. Да, да. Мы хотим сделать такую же вещь. То есть это будет, скорее всего, на ютубе. Это не будет гугл-хрень. Это будет на ютубе трансляция. Ютуб это тоже гугл-хрень. Ну да. Вот. Но там, возможно, мы будем стримить не только как мы, как обычно, умничаем про дизайн и про всякое говно. Возможно, это будут игры. Как мы глупим. Как мы глупим в играх. Ракуем. Ну да. Вот. И если вам это действительно интересно, напишите прям, если много, увидим много. Написано прям три комментарии, если будет хотя бы. Что, блин, круто. То мы ускоримся. То мы ускоримся, усилимся и сделаем, да. Если вам просто прикольно нас посмотреть, там, поугарать, поржать, как мы проходим какой-нибудь Postal 1, Max Payne 1, я не знаю. Ну вот так, в общем, поговорили. Вступление, можно к дизайну. Да. Теперь прям мы заныриваем рыбкой, а именно дизайн-нипкой какой-нибудь. Давай. На UX Design CC. У нас, ты говорил, что у нас оттуда что-то еще сегодня будет. Да, так вот, Джоанна Нгайи некая пишет нам, UX-дизайнер в Майкрософте, между прочим, не хрен собачий. Кроме этого, она еще иллюстратор и грин-ки-дринкер. Что? Пьет зеленый чай, говорит. Так. В общем, это, читаем, слушаем. Она нам рассказывает. Она китаец какой-то. Ну, какая-то азиатская дама, да. Угу. Она пишет, что бы UX-дизайнерам, чему бы следовало поучиться в видеоиграх. Смотри-ка, продолжая тему. Перелинковочка. Не то, чтобы мы даже подгадывали. Хотя кто нам поверит? У нас тут сценарий на листах висит уже, видишь, шутки все прописаны. Она все Ургант пишет из Светлаков. Так вот. И она нам говорит, что вообще-то, чуваки, нам бы поучиться у видеоигр. Потому что там-то более, так скажем, конкурентный бизнес. Больше бабок крутится. Поэтому, скорее всего, там прям все круто сделано по этим делам. Ну-ка. Здесь есть цитата некого Марка Хазанцаля. Кай Розенгранца практически. Практически, да. Это, кстати, тоже к видеоиграм. Так вот. Хороший UX-это совмещение и удовлетворение нужд, автономии, компетенции, стимулирование, относительности и популярность. Ну, короче, набор слов. Ну, короче, вот когда все круто, это хороший UX. Я вот так бы его перефразировал, потому что его вот только в обществе интеллектуалов поймут вот эту сложную цитатуру. У него какая фамилия, так и не сказал. Нам Джоанна рассказывает по пунктам. Отлично. Для тупых. Так-то, в принципе, для умных можно было уже закончить. А, то есть вот эти пять все. Ну, окей. Окей. Первая геймификация. Она говорит, выгодит, ребят, вообще-то игры, они вовлечения увеличивают. Угу. Увеличивают интерактивность. И за нужные веревочки разных людей дергают. Геймификация многих видов может быть. Например, достижение. Но тут вот даже есть скриншот. Да, какое-то дуолингу, видимо, за изучение языка, вон, French skills. И тут прямо показано, что тему цвета, дама какая-то, опять же, Софи Чарара, знает на три из четырех. Одежду всего на два из четырех. Носки. Носки, да. А вот это, а во-во-во. Я не знаю, что это движение какое-нибудь, я не специалист во французском. Она знает на четыре из четырех. Ну, слушай, да, в таких вот языковых темах любят такие интерфейсы делать. Ну, конечно. Потому что тебя это заставляет возвращаться, прокачиваться. Потому что если ты уже... Это же, видишь, на разный тип людей еще все настроено. Вот достижения некоторых людей не парят. А некоторые люди для них это прям челлендж. Они сразу хотят все достижения собрать полностью и повыпендриваться. Вот если люди уже ищут, учат языки в каких-то онлайн таких штуках, то у них, скорее всего, склад ума уже под ачивки. Под ачивки. Под ачивки. Под уровни и так далее. Но здесь есть кое-что поинтереснее. Здесь есть бинг-награды. Если прям искать вещи в поиске, некоторые бинг вознаграждают купонами. Тридцать трехдолларовыми, пятидолларовыми в Амазон, в Бургер Кинг. Нихренасе. Вообще охренеть, да. Я так думаю, что в России, конечно же, не работает. Но и тем не менее, это прикольно. Представляешь, если на мойку куда-нибудь эти талоны там. Ну да, начи на монтажку. Это у нас, в Челябинске. Так вот, и я сразу вспоминаю купоны у Бургер Кинга, кстати. Уже упомянутого здесь. Несмотря на то, что мне каждый раз сложно это, там какие-то всякие опции предлагают, которые только там в этих купонах есть. И надо как-то потрясти купоном или потрясти приложением, или еще чем-нибудь перед кассиршей. И только тогда она там как-то это тебе пробьет. Я просто обычно трясу чем-нибудь перед кассиршей, и она мне пробивает. И она тебе дает, да. Ну, в общем, это все такое. Но я просто вспоминаю, что вот да, геймификация вот в этих вопросах, она нужна. Нам-то это говорят про UX. Так. Что, дескать, мы должны как-то за действия, выполненные пользователем, его награждать хотя бы фунтиками, фантиками. Какими-то виртуальными бонусами и так далее. Это будет его заставлять возвращаться сюда. Потому что, блин, у меня же уже там 5000 бонусов. Похрену, что их потратить не на что. Только на там доплы... Если эти 5000 составляют 2% от покупки, как в Эльдорадо. Угу. Но все равно, блин, у меня же там уже 5000 бонусов. Не хочется кидать уже этот сервис. Хочется уже как-то и так далее. Здесь нам рассказывают про Таргет некий. Я не знаю, что такое Таргет. Но вот у них есть программа Red Perks. И она-то как раз заставляет нас типа это. Если мы пойдем в магазин, то нам дадут бонусы именно за покупки в магазине. И тем самым они увеличивают поток людей, которые что-нибудь докупят. Потому что он сейчас вот пойдет, и ему скидка... Вот у нас в России, кстати, наоборот. Нас вот заставляют через онлайн покупать. Например, Sportmaster, это не реклама. Если покупать в онлайне, дают 500 бонусов. Но они, правда, только месяц. Действительно, если в течение месяца надо еще что-то будет купить. И тут тебя просто стимулирует покупать. А здесь у Таргет наоборот. Если ты придешь физически, тебе дадут бонусы. Потому что если ты уже придешь физически, скорее всего, ты на кассе еще жвачку купишь. Ну да. И уже вроде как бы ты сделал свое дело. А так бы ты ленивая жопа сидел, только одну хрень заказал, какую тебе надо, и все. Согласен. То есть просто когда ты пришел ногами, тебе сложнее отвалиться, чем когда ты в интернете просто сидишь и серфишь интернет. Ну да. Да, ты можешь легко перейти в другую вкладку, в конкурентный магазин. А так Таргет, они, видимо, в глуху, в глуши находятся. Откуда уже не доехать никуда. И придется только вот там уже все купить и все. Ну давай Easy Learning. Easy Learning, да. Или как... Нас учат, как легко учить пользоваться приложениями. Добавьте геймификацию. Сделайте обучение частью игры. И здесь нам приведен пример Cut the Rope. Отличная игра, которую мы играли еще 5 лет назад. Да, я уже дохрена... Уже сколько этих Cut the Rope? Я, да, я на первом iPod Touch играл еще в эту игру. Первый iPod Touch, вдумайтесь, еще алюминиевая задняя крышка. Хотя у второго тоже алюминиевая была, но не важно. И здесь нам показывают, что в первом уровне нам рассказывают, что леденец умному нужно доставить обрезанием. Обрезанием веревки. И вот прям показывают пальцем, проведи здесь и будет круто. Мне сразу вспоминаются вот эти гайды, когда ты только заходишь в интерфейс, и у тебя, знаешь, весь экран темнеет, подсвечивается какой-нибудь один объект, типа, а вот здесь мы-то можем оставить заявку. Знаешь, любят называть маска, черной маской покрываются. Да, 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 покрываются маской, а знаешь, как называют Quick Start Guide, вот эти все штучки любят тоже называть. Вот, или эти типс, подсказочки, ну, неважно. В общем, нас тоже учат, как бы сказать, в процессе, что вот тут это. И там как-нибудь надо потрясти, там, не надо подвести, там, что-нибудь фейерверк какой-нибудь. Ну, то есть геймификация полная. Потому что и здесь нам, кстати, вот в самих-то абзацах, а я читал статью, я не только по картинкам ориентируюсь, нам Джоан напишет, что вот лучше бы даже, когда вы только, юзер у вас зарегистрировался, ему весь функционал еще не показывать. Вдруг его это обескуражит? Вы ему покажите сначала базу, что у вас здесь есть кнопка такая, это оставит заявку. И только после того, как он оставит одну-две заявки, вы ему покажите, что есть еще оспорить заявку, там, какая-нибудь кнопка, или что-то еще. Прямо реально там в сессии запоминайте, или как-нибудь в самом пользователе в базе его мету храните, до какого он уже шага дошел, и какой тип информации ему уже показывают. Здесь, кстати, из этого логически вытекает третий пункт. Кастомизирование относительно скилла пользовательского. Какая-то хрень зашикаленная. Да, тут очень сильно зашикаленный скрин из Марио Карта. Хотя, насколько я понимаю, Марио Карт на Wii появился, и там-то уже могли бы и нормальное разрешение сделать. Насколько я помню, там Full HD не было, конечно, там 720p всего лишь в оригинальный. Это Wii U потом добавили в Full HD. Ну, неважно, сейчас у нас не та тема. В общем, в детской видеоиграх-то давно были уже уровни сложности. И каждый игрок мог себя почувствовать не говном. Он мог не выбирать Nightmare в Doom, потому что там надо просто идеально стрейфиться. А, по-моему, в Doom еще и стрейфиться нельзя было. Можно было только поворачиваться, прыгать. Ой, прыгать, ходить, прыгать там тоже нельзя было. Ну, так вот. И, дескать, ты выбираешь, и тебя не обеспечивает. И вот здесь то же самое, если уже начинается у вас вот этот туториал, сделайте кнопку пропустить для уже вновь прибывших юзеров, у которых случайно там сессия отвалилась, или которые зарегались с нового аккаунта, но, в принципе, уже умеют пользоваться вашей системой, должны быть какие-то такие возможности все это пропустить, и сразу в командный центр открыть все кнопки, все там контролы и так далее. Это вот так она нам предлагает, в принципе. Отлично, отлично. Также она, видимо, может быть, можно выбирать уровень сложности, в зависимости от него количество подсказок в сайдбаре будет ранжироваться. То есть, бегинерам будут все прям показывать, а интермедиатерам там одну подсказку в неделю какую-нибудь. А вы знаете, что у нас есть новая фича дать нам денег? Не, ну слушай, это очень любят делать во всяких админках, там, типа, ты какой-то пользователь, там, профи, не профи, ты переключаешься, у тебя в зависимости от этого кнопки открываются. Ну да, да. Это любят делать. Не в то, что прям юзер роль, что ты админы, у тебя весь доступ, или ты менеджер, у тебя не весь, а именно advanced. И там хоп, и другое открывается. Даже вот, по-моему, в битбакете такое есть. Ты захочешь в настройки, есть базовые, там есть эсэйч ключа, а есть вкладка advanced, и там уже вообще весь-то с видос, там всякие прокси перепрокидывать и так далее. Поэтому вот... Там дальше Assassin's Creed, я вижу. В четвертом пункте. Четвертый пункт, внушительный старителлинг. Ну-ка. Ну, говорит, во всех успешных видеоиграх очень хорошо проработан мир. А, не считают Assassin's Creed успешность. Ну ладно, окей. Первые-то несколько были неплохие. Привет, Ubisoft. А последние-то уже какое-то говно. Ну ладно, не будем об этом. И вот, дескать, мир. Мир, надо проработать мир. И поэтому ваш интерфейс тоже как целый мир должен быть. Не имеется в виду, что земной шар выглядит. А в смысле, настолько глубоко проработан. Настолько все вот должно быть. Здесь, между прочим, есть картинка. Какой-то Appendix 8, Nogturn. И тут прям, ну, так. Наркомания нехилая такая нарисована. И же, чтобы у пользователя, у вашего, было ощущение, что вы до хрена времени потратили на разработку этого ПАО. И он ощущал себя частью чего-то великого. И тоже не хотел от этого уходить, отваливаться. Поэтому. Здесь, кстати, есть вывод. Так. И вообще, говорит, вы понимаете, что последнее... Как это сказать-то? Last but not least. Как по-русски? Последнее, но не самое беспонтовое. Ну, короче, последнее, но важное. Это то, что люди в бесконечные часы в играх правят, потому что это весело. Сделайте свою аппликацию, хотел сказать. Привожение веселый. И все у вас будет хорошо. И здесь цитата, которая на самом деле берет и все перечеркивает. Раф Костер некий пишет. UX-дизайн, он про удаление проблем у пользователя. А геймдизайн про добавление этих проблем пользователя. Казалось бы, вроде написал, что надо бы послушать у них о чем-то. А потом хоп, обрубил. Ну, вообще-то это очень разные вещи. И вот... Ну, собственно, Нагель, несмотря на это, я считаю, что надо смотреть успешные видеоигры и пытаться как-то это в бизнес принести. Возможно, где сработало один раз, сработает и другой раз. Отлично. Своё мнение высказываешь. Как тебе, Никита, геймификация в интерфейсе? Мне, во-первых, нравится... Мне, во-первых, я совсем согласен по матеше. Так. А во-вторых, вот этот чувак, который Раф Костер последний сказал, он, во-первых, лучше сказал, чем первый чувак. Тут какие-то... Он немцев, она понабрала. Вот. Но не суть. Суть в том, что вот второй чувак, который сказал... Как бы понятно, что в играх добавляются проблемы, как тут написано. Но имеется в виду, что проблемы добавляются уже на поздних этапах. А вот если на первых этапах учиться у игр, вот этот вот геймификация, туториалы, вот это всё, там как раз тебе сначала разъясняется, чтобы ты мог решать эти проблемы или деньги платить. Одно из одного. Если ты очень хорошо не научился делать, ты платишь деньги. Ну, вот так. Или не хочешь ждать, например, время. Вот. Поэтому, в принципе, то есть он об одном, как бы, говорит, но про разное. Ну, короче, Раф Костер. Просто даже там, где ждать, там, когда тебя учат, там хоп, и тебе не надо ждать 15 минуток. Тебе за 10 секунд это сделается, ты первые за два раза оно такое. Первый раз бесплатно. Бесплатно, да. Всё как правильно. Но да, надо именно до зажимов вот это всё... Потому что там-то тебя, как полицейский, одеялком укутывает и какао дают. Чтоб ты только уже тебе понравилось. Переходим далее. Далее. расскажу. Какой-то чувак берёт интервью, видимо, у господина... У господина Роба Джанофа. Между прочим, иранский дизайнер. Иранский дизайнер. Роб Джаноф, который ещё с 1977 года, вдумайтесь, работал с Стивом Джобсом и Стивом Возняком, а это, между прочим, оба чувака, которые были CEO Apple, как я понимаю. Да, я думаю, да. Да, потому что Стива Возняка сейчас нет в компании, а Стива Джобса сейчас нет вообще, в принципе. Но, тем не менее, Роб Джаноф тогда ещё им. Он учился практически дизайну и сделал им вот такой логотип. И я, как я понимаю, Стив Джобс даже не сомневался в том, что это будет крутой логотип. И я сейчас вот просто объясню, в чём здесь символизм такой небольшой. Вот, ты можешь показать картинку нашим дорогим слушателям и зрителям. Слушателям-то вряд ли можешь. Но, слушатели, просто визуализируйте себе оригинальный логотип Apple. Не оригинальный, на самом деле, второй. Там был ещё в 76-м году с Ньютоном, мы каждый раз об этом говорим. Радужный который. Вот его в глазах себе представьте и слушайте. Да, обычное яблоко отгрызанное. Сейчас, которое у Apple, только раскрашено вот в разные цвета. Практически в цвета радуги. Но тут немного другие. Кстати, он, интересно, пишет, почему он радугой не сначала начал? Он вообще не пишет про это. Он просто говорит, что он гений. А ну, почему бы нет? Почему бы нет? Не право, да. Да, он говорит, вообще разные всякие мифы ходят, легенды про то, что сделали вот такое яблоко. Допустим, может быть, это было посвящено, кто-то думает, господину Аллану Тьюрингу. Мы все знаем, что это великий чувак. И все знаем, что он был и гей. Да, но это не важно здесь в этой истории. Важно то, что он найден был мертвым, я так понимаю, в 54-м году. И рядом с ним лежало надкусанное яблоко, рядом с его телом. Так. Вот. Но он умер не из-за этого, конечно же, но тем не менее, это был такой символизм небольшой. Так может поэтому радужный, что он геем был? Посмотри, мы как Фил Шиллер дальше пошли и начали думать дальше. Может быть, может быть. Ну ладно. Ну да, да, суть такая, что он говорит, что он все равно не калун Тьюрингу, это приурочивает, приурочивает. А это суть в том, что это просто силуэт яблока. И я хотел, говорит, показать, что это конкретно яблоко. Ну что делают люди с яблоком? Ну откусываю этого, правильно? И поэтому я, говорит, его типа надкусил. А, он, то есть просто, просто, хотел сказать, что это яблоко, а не груша? Да, он юзабилити дал. Да, он дал немножко юзабилити. И вот получилось вот такое. Здесь есть фотография, между прочим, Роба Джанова. Ну действительно такой иранский чувак. И он говорит, мой логотип-то, между прочим, стал наравне с Кока-Колой и Гуглом. Ну да, не поспоришь. Не поспоришь. Его спрашивают, как вы считаете, это самый крутой логотип, который вы задизайнили? Он говорит, блин, без базара это самое вообще крутое лого, это вот Apple лого. Ну блин, это вот, надо было тогда, его спрашивать. Тогда я за один день накидал там что-нибудь делать. Да, да, да. Потом, короче, вот спрашивали ли вы, тут интересно, такой интересный абдзасик, спрашивали ли вы Стива, то есть Джобса, про то, что почему вообще Apple? Бренд Apple называется Apple. Он говорит, ну я особо типа не спрашивал, но возможно у Стива был такой период, когда он был фруторианцем, так скажем, то есть он, видимо, ел преимущественно фрукты, а возможно вообще полностью фрукты, я не знаю. Вот, и вот он вдохновлялся, он любил, любил яблоки похавать, ведь, видимо, из-за этого. Например. Вот, но у них были еще конфликты, вот непонятно, с Apple Records, знаменитая тоже студия, на которой там и Beatles записывались, то есть это, видимо, какая-то английская студия, я не знаю. И у них были, они хотели не конфликтовать, но вот Apple, видимо, название просто само по себе, Apple, оно нормально, по правам подошло. Ну, может быть, ну ладно, может быть, представитель студии, да какие, ну, что они сделают, что-то, что ли, чем мы их будем засуживать? Да, да, они там паяют, знаешь, в гараже. Ну, вот, да. Че это сидит, какие-то лохи? Вот. Ну, здесь опять же, в чем причина надкусывания яблока? Он пишет, что просто, что фрукт просто, что просто, действительно. Что здесь еще такого можно сказать? А вот мне интересно, вот если по, так скажем, по стайл гайду взять и листик приложить в надкусанность, он должен полностью совместиться или нет? Ну, такой глупый вопрос, по-моему, листик чуть меньше, чем надкусанность. Да, чуть меньше. Но согласись, прямо он напрашивается, что как будто откусили и сверху прихреначили. Да, да, да. Там еще был такой абзацик, вас спрашивали, а как вы думаете, вообще логотип связан с тем, что Apple стала вот такой успешной? И он говорит, что, ну, как бы, конечно, весь саксес, типа, ну, это в основном, конечно, заслуга Стива Джобса и вообще компании, и продуктов, которые делала компания, но... Если бы он сейчас в себе это еще приписал, это уже охренел. Логотип стал достаточно узнаваемым, но это все благодаря тому, что вы каждый раз видите на своей технике. Везде, везде этот логотип, поэтому он такой популярный. Просто, если бы это знаешь, был логотип где-нибудь у какой-нибудь Чебаркульской, а вы наверняка, дорогие слушатели, не знаете даже такого города, у Чебаркульской какой-нибудь фабрики. Птицефабрики. Птицефабрики. Вот это уже реклама, да? Да. К сожалению, нет. То мы бы вообще ни хрена не узнали. Но вот Apple сделала свое. Вот такая интересная небольшое интервью с иранским дизайнером. Дальше у нас UX неудобства. Громкая тема, между прочим. Да, тоже тема из рубрики дизайн. Причем, знаешь, когда вот ты говоришь слово неудобства, какие у тебя ассоциации? Неудобства на улице, естественно. Да, точно, точно. Неудобства – это когда удобство на улице. Хуан Джей Рамирис нам пишет это. У него как, думаешь, удобство где? На улице? Я не знаю. Он выходит на улице и говорит, бля, у Ана. Не, он выходит у него в Мексика, там все в шляпах ходят. А, ну да. В самбреро. У него, в принципе, на улице, возможно, даже удобнее, чем в доме, я не знаю. Там, ну ладно, неважно. Он нам рассказывает о том, что иногда нам нужно дизайнить неудобства. И это, говорит, вот этому даже и не научить. Это нужно, типа, чувствовать. Вау. И вот он говорит, вы когда заходите в Нью-Йорке в магазин в Юниклоу на Пятом Авеню. Это, видимо, какой-то одежный магазин. Ну да, да, скорее всего, какой-то, видимо, может быть, известный бутик. Мы вот с тобой не очень одежные. У нас, как у бабы в первом этом, по-французски, два из четырех носки. Мы вот не знаем, где там что покупать. Так. И говорит, первое, что вы замечаете, это три гигантских эскалатора прямо по центру. И говорит, если не присматриваться, ну эскалаторы и эскалаторы. Угу. Но если присмотреться, то прикольно. И говорит, вот картинка, которая стоит тысячи слов. Ну-ка. И наши слушатели, конечно же, не видят, а наши зрители-то видят. Два эскалатора по бокам ведут наверх. Угу. И там чуваки расслабленно так стоят. А один посередине ведет вниз, там толкаются, толпятся. Угу. Угу. То есть сразу видно, что они не отпускают. Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, они, может быть, намекают, что подниматься сложнее, чем опускаться. Хотя... Но должно-то быть легче. Ты прям дышишь в полной груди, если ты поднимаешься. И обрати внимание, что рекламки, они сбоку висят, когда ты поднимаешься ими. Да, да, да. То есть ты поднимаешься и видишь как раз рекламки. Ну, это гений, гений, конечно. Да, да, да. И здесь прям вот Хуан нам расписывает. Ну-ка, Хуан. Вообще, давайте начнем с того, что никто, ни для кого не секрет, что торговые площади, они сильно оптимизированы для того, чтобы увеличить трафик. То есть, ну, как бы, то, что хлебный всегда в самом противоположном конце от входа... Это 100%. Это 100%. Потому что, чтобы ты вот дошел до самой дали. Через всю туалетную бумагу. Да. Все увидел по пути, все купил, зашел за хлебом, вышел с полной телегой, заплатил полторы тысячи. То есть, даже вот в вашем проспекте, там входа-то два, а хлеб-то посередине. Чтобы от любого из входов он был дальше всего. Да, он посередине действительно. Ну, то есть, вот да. И вот Uniqlo, они говорят, достаточно прям четко заявляют. Каждые два посетителя, которые входят, выходит только один. Остальные остаются там? Да. Остальные остальные. Так вот. И это, говорит, я хочу вам ввести такой термин. Я не знаю, это термин Хуана или он подсмотрел где-то. Задизайненное неудобство. То есть, грубо говоря, что это вот не просто так. Это вот так и хотели. И это, говорит, такой вот паттерн X, который, в принципе, чуть-чуть вот подконтролирует пользователей. И влияет на их decision-making, на то, как они принимают решение. Дисисион-мейкер? Да, да. Она не то, чтобы пройти, что эскалатор вниз, выключен. А вот, ну, так, чуть-чуть эскалатор вниз один всего лишь. А вот два, вот, да. И вот здесь он разбирает конкретно, например, с эскалаторами на 7 пунктов. Что же вообще нам, вот, какие у нас вот варианты. Во-первых, говорит, два эскалатора по бокам, они показывают нам просто, что два на вход, один на выход, типа математика. Но я от себя еще говорю, что именно там, где эскалаторы, вот эти наверх, показываются рекламы. А когда ты в центре на выход, ты уже особо не видишь рекламу, ты уже видишь только выход. И вообще-то, говорит, даже сути нету, какой ты выбираешь, левый или правый, потому что по эскалатору ты движешься с одинаковой скоростью. Но, типа, сам факт того, что там более свободно, оно тебя прям подкупает. Ты такой, о, блин, я сейчас наверх поднимусь, а там, может, уже середина рассосется. А потом подходит, блин, не рассосалась, я еще похожу по магазинчику, и потом все-таки вот пойду. Так что, да, здесь вот написано, что третий пункт, входящие эскалаторы, они ближе к витринам, чтобы можно было что-то разглядеть, что они еще купят. Четвертый, выходящий так. А, ну и здесь опять же, выходящий эскалатор не показывает витрины, потому что я уже сказал, здесь он вывод. Если, типа, уже уходите, то быстрее сваливайте. Уже не надо смотреть, блин, блин, я еще вот ту курку куплю. Если ты решил выйти, скорее всего, у тебя уже нет бабок. Или ты уже все купил, ты тогда уже все, уходи и все, и забей. То есть, наверняка, я вот сейчас не вспомню наши крупные торгово-развлекательные комплексы, но на эскалаторов на выход, возможно, даже вот реклама вот этих вертикальных не висит. Уже как бы вроде и похрен, а уже уходишь и уходишь. Хотя, казалось бы, я бы вот, может, и конвертировал их, чтобы, блин, блин, нет, я все-таки пойду, вернусь, айфон куплю. Хотя, может быть, ну, наверное... Здесь очень специализированный такой магазин, что в нем, видишь, если ты уже зашел там внутри и, значит, только внутри там и касса и все, то есть, когда ты поднялся, у тебя там касса, у нас, знаешь, у нас один магазин, такой мол, в нем все намешано. И там непонятно, как, куда конвертировать людей. Опять заметить, в этих моллах продуктовый всегда вдалеке. Я согласен. Не, у нас те же самые горки, кто знает. Ты в горках там в одном месте поднимаешься, в двух местах поднимаешься и спускаешься там в жопе вообще, в самой. Это раньше так было, сейчас один все-таки, вот эти два склада, которые оба поднялись, один теперь поднимается, другой спускается. Я недавно был. А, окей. Но, но было, да, так, как ты сказал. Это прям, причем реально в самую даль тебе надо было пройти по второму эту штуку, спуститься. До шуб там, летом до шуб, до мехов. До снежной королевы, да, 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 да. Вот, следующий, пятый пункт. Типа, эскалатор на выход, он настолько дерьмовый, что вот, да, чувак хочет, типа, может хотеть все-таки вернуться, и типа, я попозже спущусь, или я пойду в другом месте спущусь, а пока ходит, и здесь, типа, месседж такой. Пока ищите другой выход, если ищите, купите еще одну куртку. Так вот, если, говорит, можно сделать по-разному, например, эти эскалаторы, а кто бы знал, а эскалаторы можно менять режим вверх-вниз, то есть они универсальны. Можно, говорит, менять режим, делать только два левых на вход, и типа, если справа нет рекламы, или там нет распродаж, чтобы его не форсить, типа, правую витрину, только по левой всех пускать, и все. То есть можно всякое делать. По кругу. Ну, это, это стопудово. Так что вот так вот. Ну, окей, это мы сейчас, знаешь, для чуваков, которые нас слушают, такие ИПшники, блин-блин, сделай себе, короче, эскалаторы. Давай теперь про дизайн софтвэр. Да, да. Здесь есть... Перейдем к более насущным для нас примеров, это софтвэр-дизайн. И вот вы, говорит, в принципе, заметили, наверное, могли заметить подобное, подобные, так скажем, зажимы и задизайненные неудобства, если вдруг хотели откуда-то выйти. Так. Ну, например, из Фейсбука. Не дай бог. Хрен найдешь, как выйти. А это вот специально сделаешь, чтобы ты не выходил. Я сейчас зайду у себя, напомню себе, да. Давай, попробуй. Я вот... Мне почему-то кажется, на аватарку щелкаешь, и там выпадает выйти. Но это только в WordPress так легко. Это только на словах, на самом деле. Но там есть, короче, такая выпадающая штучка, маленькая-маленькая справа такая. Ее выпадает, и там огромная хрень, и там есть выйти. Ну, понятно. Ну, в общем, вот, да. И это, в принципе, не прямо вот bad case, когда вообще нет кнопки выйти. Можно только там get запрос logout равно 1 отправить, и тогда выйдешь, если знаешь. А так, типа, нет, он просто запрятан далеко, и ты пока ищешь выйти, думаешь, да, и хрен с ними не буду уходить. Типа, это вот специально сделано, чтобы прям вот получать полный экспириенс от этих приложений. Ну, и кроме этого, а здесь он говорит, что не все ограничивается кнопками, там, настройками и ссылками. Бывают другие варианты. Например, в Facebook, если кто-то начинает стримить именно через их новые технологии Facebook видео, то всем прям нотификация валится. Прям вот ты не пропустишь никогда. И это прям заставляет тебя пойти хотя бы одним глазком глянуть, а Facebook потом отчитаться, что в первый месяц Facebook видео смотрят миллионы. Похрену, что они заходят и выходят, но им главное вот отчитаться. И, в принципе, нельзя их в этом упрекнуть. У YouTube по умолчанию стоит, я не знаю, сейчас да или нет, автопроигрывание. На время написания статьи было. Когда, типа, видос заканчивается, и там вот так кругляшок заполняется, и хоп, следующее видео включается. Я вот прям иногда отключаю. Я отключил тоже, меня бесит. Ну, а, нет, понятно, бесит. Потому что ролик закончился рекламой, включилась автопроигрывание, ты отвлекся, и хоп, тебе еще одну рекламу показывают. И, типа, для того, собственно, и сделано. То есть тут написано, чтобы увеличить просмотр рекламы. Потому что долгий ролик ты все равно его, так скажем, ну, выключишь. А вот хотя бы рекламку успеешь посмотреть. Да или даже если ты и залипнешь дальше, ты все равно в итоге посмотришь больше реклам. Чему бы и нет. Amazon, вот, например, вообще блокирует на странице чекаута. Там сразу... Это что за звуки были? Это что-то у тебя крутое пришло. Да? У меня и крутое, это ты преувеличил. Ну и что? Я не знаю, что это, ладно, неважно. Amazon нас блокирует на чекаут страницы, и я просто помню. Там реально интерфейс сразу сверху пропадает. И надо реально прям закрыть эту страницу, перейти обратно на Amazon, чтобы как-то это... То есть тебя прям заставляет выйти. Не вы, не выходить, а вот оплатить, и все. Spotify, вот это вот самое внимание, я на себе не пробовал, но вот да. Ставит на паузу поток, если вдруг вы слишком сильно убираете громкость, и типа на время рекламы. Он просто берет на паузу, ставит, пока ты не прибавишь, погромче, все-таки не послушаешь. Если ты замутил, например. Да, да, да. Он все... Я не знаю, это через какой-то там Volume API делается. Это страшно, если честно. Они твое железо смотрят, слушают. Возможно, надо веб-камеру в этот момент заклеивать, когда в Spotify тебе громкость выключают. Да-да-да, потому что тебя сразу на рунетке начинают транслировать. Ну вот, в общем, да. Я не знаю, напишите в комментариях, если правда на Spotify так, и давайте, опять же, в комментариях порассуждаем, как это реализовано. Да. Технически мы имеем в виду. Ну, конечно, да. Прям вот какой они скрипт в JavaScript написали. Дизайн... Короче, да. Важно помнить, что бывает еще Deceptive UX Patterns. Я вот хочу посмотреть, что такое Deceptive, потому что я забываю это. Посмотрите, я понимаю, что это что-то вот отрицательное какое-то слово, обманчивый. Понял, да? То есть, важно не путать неудобства прям с обманом. Потому что вот нельзя учить про... А, и в принципе, он говорит, что таким вещам сложно научить. Это вот надо на своей шкуре прочувствовать, когда ты вот такие мелкие пакости делаешь, так скажем, мелкие неудобства. Ты все-таки, ну, монетизируешь, делаешь и так далее. И ну, нельзя упрекнуть бизнес в том, что он хочет монетизироваться. Но надо не забывать, что бывают обманчивые UX Patterns. И это вот неэтичные методы прям, которые механически заставляют пользователей как-то вот пройти по другим шагам. Знаешь, вот ты жмешь на кнопку «выедь», а тебе всплывает баннер и написано «А чтобы выйти, перейдите на сайт нашего партнера». Ты только, блин, думаешь, нахрен, я и не выйду, но я и не зайду к вам больше никогда. И вот это глупо. Поэтому такие вот компании, как Facebook, они вот не делают прям настолько откровенно. Потому что плохие-то компании делают, я думаю, и так. Всякое видели. Но вот да. Поэтому лучший юзер экспириенс здесь, топ-хайлайт, это тот самый, который балансирует бизнес, соответственно, и заработок, и пользовательские цели. Вау. Потому что пользовательские цели – это ни хрена не платить, ни хрена не делать и получать какой-то экспириенс. А цели бизнеса – это все-таки заработать. Вот нужно аккуратно балансировать на этом и вот обманчивых никаких вещей не делать. Ну и здесь написано, что надо, чтобы, когда вы делаете такие вот неудобства, надо, чтобы пользователь точно понимал альтернативу. То есть, чтобы он, грубо говоря, все-таки чувствовал это. Это просто для него будет прозрачно, он понимает, что да, вот тут небольшой зажимчик, но блин, зато Facebook крутой. А вот если вас попросили сделать как раз обманчивое что-то, то, скорее всего, лучше вам поискать другую работу. Вот такой вот делает нам Хуан. Ни хрена себе. Да. Давай свое мнение как-то попробуем высказать. Я согласен со всем. Да, я, конечно, согласен по матеше, а во-вторых, ну, это тонкая тема. Вот Хуан, он, может быть, уже чувствует это. Но это правда, надо много задизайнить таких вещей. Причем надо задизайнить сначала, чтобы это было все удобно, а потом ты уже поймешь, как делать неудобства. Да, потом ты обманчивых до хрена задизайнишь, получишь кучу отзывов дерьмовых. Да, да. Типа, я никак больше не буду вашим пользоваться, потому что у меня сняли бабки и не дали мне ничего там. Или просто сняли бабки, а хотя не говорили. Поэтому... Да, здесь много опыта надо. Так что спасибо Хуану, конечно, за статью. Методом научного тыка нужно это все понимать, ты имеешь в виду. Да. Ладно, у нас к научным методам можно еще отнести наш любимый хостинг. Да, да, потому что у нас начинается как раз раздел разработки. И в нем мы всегда говорим про хостинг. Хостинг, потому что он непосредственно относится к разработке. Без этого хостинга и разработка, а не разработка, я бы дальше так сказал. Да, и мы уже неоднократно повторяли, что ребята, которые... Ребята, девчата, которые любят... Ммм... Которые любят, что? Которые только начинают, возможно. А возможно уже профессиональные чуваки. Но вот те, которые начинают очень круто взять, попользоваться просто обычной безлимиткой. Да, я, кстати, вот быстро скажу, что я вот безлимиткой все еще пользуюсь как DNS сервер. Чтобы домены перепрокинуть, записи написать и так далее. Это прям прикольно. Чтобы Cloudflare не пользоваться или свою какую-то хреновину не поднимать. Да, потому что безлимитный хостинг, он очень дешевый у Smartape и круто. А для тех, кто все-таки такой более в свитере сидит, все-таки такой прожженный пацан. С бородами? С бородами. Да, у них есть WPS-очка. Я хотел сказать WPN-очка. Да, в данном случае. Можно, конечно, и WPN-очку прокинуть. Но нет, да, WPS-ки, причем даже есть на SSD-шечках, быстрые, с хорошим каналом, в Москве. Все ваши сайты у ваших клиентов попадут под федеральный закон. Какой там, 152-й, какой-то такой. Да, и Яровая вас не тронет. Но мы уже это неоднократно горели, поэтому Smartape.ru или uobdesign.ru slash smartape и будет нам реферальная ваша... Да, пользуйтесь реферальной ссылкой, благодарите нас хотя бы так за нашу деятельность, а лучше благодарите по ссылке uobdesign.ru slash donate. А я думаю, мы, Никита, перерыв сейчас сделаем. Перерыв? Для слушателей и зрителей, чтобы они дух смогли перевести от нашего потока вот этого искрометного. От напора дизайна. От напора, да. Поэтому я вот на паузу ставлю. Говорю, когда рекорд, обычно. Так, короче... Первая тема твоя, кстати. Продолжаем разработку от Smartape к HTML5. И оказывается, представляешь, уже два года, как существует стандарт HTML5, вот как он есть. То есть вот все, что у него было понапихано, а я вам напомню, просто напомню. Те, кто не знает, что в HTML5 появились такие теги, как HTML теги, как видео, аудио и canvas. Вот. Они вот есть в стандарте, на самом деле. Вот в этом V3C стандарте. Ну, я справедливости ради скажу, что его вот приняли два года назад. А так-то он уже хрен сколько уже. Он хрен сколько, да. Я поэтому с тобой буду синхронизироваться. Я буду тебе говорить так, вот так буду тебя заглядывать на тебя. Ты будешь, типа, ну да, да, все нормально. Как сынок папки буду, вот так. Как сынок HTML такой. Ух ты. И, короче, оказывается, оказывается, HTML5.1 уже практически вот в месяц, вот прям вот сейчас вот-вот-вот, и уже будет, как бы, как сказать, релиз-кандидат будет у него. Он все уже, он будет вырелизнут. И я просто вам сейчас освежу, опять же, что там будет. HTML5.1 будет вот этот вот самый краеугольный камень. Мне нравится, что The Crown Jam, прям вот реально, краеугольный камень всего HTML5.1, это picture element. Просто, во-первых, здесь картинка HTML5 на фоне дизайн-мода, логотипов. Да, кстати, мы это... Какой-то трешак вообще. Да, мы здесь это все читаем с дизайн-мода наших старых друзей, которых мы в какой-то момент очень сильно обосрали про их эту хрень, скажи мне, я тебе скажу. Стартап-фреймворк, по-моему. Да, про что-то из этого, короче. Это было смешно, было забавно. Нас даже Адриан на ВК поправлял, типа, что мы не разобрались, что там на самом деле круто. Это да, это круто. Заметь, Crown Jam, это же краеугольный камень, да? А суть-то вещь в чем? Камень из короны. Да, да, это который прям самый главный, большой свет. Я-то вот и не знал, что краеугольный камер, это камень, это камера, это уже все. Ну, слушай, нет, возможно, краеугольный камень это про другое, но я просто примерно перевел. Ну, нет, мне почему-то кажется, что и про это. Ну, ладно, не важно. Да, и вот суть-то какая? Питчер элемент, и в питчер элементе там есть много таких подтегов, которые внутри него есть, включают его. Вот, например, вот этот тег Source, например. Да, их может быть много. То есть их может быть несколько. Их может быть много, да. Питчер элемент, он, я опять же у тебя спрашивал, как у папки, сынок, чем отличается от имга? И ты мне говорил, что в питчер элементе имг же это просто... Это дефолтный, это fallback, если угодно. Да, это просто изображение, ты просто хреначишь его, и все. Да, а питчер это responsive images, то, что давно уже очень хотели принять. И приняли вот src set, атрибут, про который там будет чуть-чуть дальше. И вот сам питчер элемент, в котором несколько сорсов. А в src set, вот он как раз в сорсе здесь указан, как png и так далее. Короче, несколько спецификаций у нас для responsive images, и вот на питчер элементе остановились. Мне просто интересно, сейчас вот 5-1 примут, да, и уже как бы будет стрёмно имг использовать? Или можно продолжать? Не, конечно можно продолжать. Не все изображения требуют адаптивности. Если это просто какой-то логотип, причем даже svg, ты же его можешь в имг впилить, и все. Его даже не надо адаптивным делать, он и так будет везде четкий. Так что это просто для разного. Понятно, окей, ладно. Некоторые вещи будут деприкейтед, будут удалены нахрен. Например, как тег диалог с 5.1 html, он будет вообще удален. Причем, как я понимаю, тег диалогуе, диалог, это один. Так, это разные вещи. Диалог будет удален, а диалогуе его добавят. А, диалогуе его добавят. Вот, вот. Это важно, это важно. Я так понимаю, что какие-то вещи будут еще дальше удаляться, естественно, по ходу. Ну, конечно. Вот это вот меню, тег меню, меню item. Тег keygen. Ух ты. Саш, keygen, что ли, можно было? Музыка из keygen. Не знаю. Ну, вот какие-то такие вещи архаичные, которые никто никогда не использовал и не будет, вот они будут потихонечку уходить. Что еще можно сказать здесь? Ну, просто еще смешное, если вам они правда нравятся, начинайте уже собирать петицию. Петицию, да, пишите петицию, реально. Meta name theme color. Вот такая, nice edition. Это, я так понимаю, тоже будет добавляться, добавлено, будь здоров. Да? Спасибо. Я так думаю, да, написано nice edition, значит, добавление. И, по-моему, это будет для... Вот, например, я могу сейчас зайти на uwebdesign.ru, есть такой ресурс у нас. И там в хэде я добавлял, кажется, metaname theme color. Угу. Ну-ка. Нет, уже не добавлял. Это для старой спецификации вот этой tiled icon для Safari. А теперь можно просто атрибут color у link real mask icon. А раньше надо было metaname theme color. Угу. Короче говоря, вот его для каких-то вещей добавят еще. Почему бы и нет. В Vivaldi вот там написано, что... Я вижу, да. UI toolbar colors адаптируется. Возможно, в Яндекс браузере, который, помнишь, там в топовых закладках, вот такие плашечки прямоугольные, возможно, к этому тоже будет применяться, скорее всего. Да, ну вот такие небольшие детали про HTML5.1, которые... Кстати, на самом деле, я вот, когда была тема про HTML5, или, слушай, или это была про CSS3, я не помню про че конкретно, была тема, что его не существует на самом деле, это миф. CSS4 не существует на самом деле. А, CSS4. HTML5-то прям есть как есть. Ну вот, то есть это все-таки... Все-таки это следующий шаг уже, HTML5.1. Вот почему. Да, тут даже уже говорят про будущее HTML5.2. То есть, в принципе, working group HTML не стоит на месте, что-то разрабатывают, что-то утверждают. Ну, уже как бы, чтобы не было разночтения у браузеров, потому что вот этот пикчер-элемент все по очереди внедряли, кто-то по-разному и так далее, а теперь, когда это будет прям стопудовый стандарт, уже в граните, когда будет отлито, то уже что написано пером, то не вырубишь и топором, понимаешь? Отлично, отлично. Ну, вот такие новости, которые у нас зажарились уже за этот месяц. За неделю, да. Да, здесь дальше тема с блога snook.ca, это от Джонатана Снука, который создатель Смэкс, и ты можешь, в принципе, уже даже... Я пока солью чайничек, ты рассказывай, и там, я вижу, что там очень по-детски называется «Как я учусь». Да, практически как мы учимся, мы покакали, вот как мы учимся. И он, на самом деле, рассказывает... Саня, я сливаю вот во второй маленький чайничек. Да, да, так точно. Так вот, он нам рассказывает о том, что, в принципе, у него есть три фазы обучения. И первое, это... Ну, да, я, в принципе, много учусь. И часто мне спрашивают, а вот как ты учишься? И, кстати, вот я, Джонатана, понимаю, нас тоже часто спрашивают. А как мы успеваем записывать подкасты, работать и еще что-то учить? Чай сливать. Да, еще чай сливать. Это самая сложная в этой ситуации. Так вот, у него три такие фазы. Первое – чтение. Второе – построение. Или просто, так скажем, пусть будет построение. И третье – написание. Но написание не кода, а написание статей, книг и так далее. Так вот, первое – это чтение. Это, в принципе, поверхностное обучение. То есть, вы узнаете о том, что есть какие-то технологии. Например, я говорю... Ты точно не будешь? Точно не буду. Так, ладно. Например, я, говорит, читаю хакер-ньюс, фейсбук, твиттер, кликаю по ссылкам. Угу. Ну и просто узнаю, какие бывают, какие вышли новые технологии, какие там бывают тулзы дополнительные и так далее. То есть, вот, в принципе, то, что мы выкладываем на youvdesign.ru в разделе «Полезные ссылки». Он, я думаю, постеснялся, просто не сказал, что youvdesign.ru читает. Да, возможно, прям... Я помню, нам один из наших постоянных подписчиков, Влад Смирнов, говорил, что... Я вот раньше читал, дурак был, какие-то источники, а теперь у меня такой один источник. Да-да-да. Вот, все верно сказал. Так вот, и это вот очень поверхностное. Я же, говорит, не вникаю... Это уже про Джонатана Снука. Угу. И не вникаю глубоко. И просто я вот в теме становлюсь. Типа, я знаю, что вышел React, там, допустим, Redux. Потому что на них делают прикольные вещи. И в том случае чего, я вот знаю, куда пойти, если мне нужно будет решить какую-то конкретную проблему. Я, говорит, некоторые, может, тогда никогда не попробую. Но я, по крайней мере, знаю, что эти какие-то решения существуют. Даже посоветовать могу. Мне вот скажут, друг, там, как вот, ну какой вот, какой тулзой градиент построить? Я скажу, вот я вот недавно видел. Это не значит, что я ее использую. Но я видел, что есть. И видел, что на Hacker News там много плюсиков поставили. Поэтому почему бы и нет. Второй пункт, building. Это, говорит, как мы все это прикладно используем. Строим какие-то приложения, дополнения и так далее. Я, говорит, вот недавно хотел узнать про Web Beacons, про Web Маячки. Блин, я думал, это бекон. Не-не-не, бекон это маяк. Bacon, бекон. Ну, окей. И, говорит, в принципе, я потратил время, сделал, чтобы посмотреть, как работает. Я, говорит, часто так делаю. Если какая-то вот из фазы чтения меня что-то заинтересовало, я возьму просто и попробую поиграться. Микро-проектик какой-нибудь сделать, просто чтобы протестировать концерт. Возможно, здесь он постеснялся сказать, что он на CodePen сделает, там, небольшой пен. Все возможно. Так. И, в принципе, говорит, бывает, что я на час залипну, а бывает и на неделю. И, да, я, говорит, вот тут уже идет некое расширение кругозора. Я уже могу понять плюсы и минусы использования какого-то конкретной хреновины. То есть, вот нас часто критикуют, что мы незаслуженно критикуем Flexbox. Но я-то на нем билдинг делал, например. Я могу прям вот ответственно заявить вот все, что я про него заявляю, что он мне не нравится. Я прям вот пробовал. Не то, что я вот столженица не читал, но решительно не согласен. Не голословно, то есть. Конечно. И третий пункт написания. Explore the edges. Узнать самые крайние случаи. Так. Я, говорит, снук нам, Джонатан, говорит. Я, говорит, иногда пишу в блоге. Или пишу книгу. Или даю какой-то доклад на конференции. Для того, чтобы вот глубже еще разобраться с чем-то. Потому что мало сказать на конференции, я, короче, сделал демку, полистайте ее. Нет, ты должен сказать, я сделал демку. И вот так можно было сделать. А еще можно было вот так. А если бы я сделал вот так, то все бы сломалось. То есть нужно прям реально посмотреть все возможности. Посмотреть места, где эти возможности превращаются в невозможности. Как я косно сказал. Ну, в том смысле, что если добавить там значение не 100 пикселей, а 150, то все уже развалится, затормозит и не сработает. И вот он пишет. Я недавно писал пост про CSS-свойства All Initial. Ягод прям себя заставил во всех браузерах протестировать, чтобы полностью знать, где, что, как работает, не работает. И уже более ответственно заявить. То есть, когда ты пишешь книгу, например, про PHP, но ты должен быть ультра-PHP, сверхпрограммистом. Естественно. Потому что иначе, как ты напишешь там все возможности там, я не знаю, факапов с математикой, когда ты складываешь строки и цифры. Ты имеешь в виду, как меня миллионер может, как меня не миллионер может научить зарабатывать миллион? Вот да, никак. Поэтому рецепт от Джонатана Снука читаем, строим, пишем, повторяем. Блин, но Снук, мужик, я не могу, а. Да, в принципе, нет ничего стрёмного в том, что некоторые вещи для вас остаются в зачаточном виде. Что вы просто знаете, что существует там реакт или какой-нибудь, я не знаю. Это даже лучше, чем вы просто в него погрузитесь и зря. Ну, может быть, да. Может быть, вы бы зря потратите время, которое вам сейчас нужно, чтобы решить другую проблему, а потом спокойно проводить время с семьей. Нет, вы знаете, что он есть, и когда он вам понадобится, вы будете там, вы придете туда и сделаете все правильно. Но если вас что-то заняло, то нет ничего зазорного в том, чтобы попрактиковаться, и, может быть, если вас это очень сильно займет, написать про это какой-то пост или записать видео, как делают пацаны с юб-дизайном. Ну, слушай, здесь он вот этой статьей, мы говорили про метапрограммистов, кто не слышал в прошлом подкасте, послушайте. Блин, я даже сейчас здесь сделаю ссылку, потому что это очень реально крутая тема о чуваках, которые прям в основном базарят про программирование вместо реального программирования. А у него вот эта вся статья, она анти-такая мета, то есть он как будто, он здесь не говорит о новых технологиях, не понтуется, ну, как бы понтуется, но не сильно. Вот. И он, наоборот, говорит, как быть не метапрограммистом. Ты как бы вроде все узнаешь, но учишь базовое, то, что нужно тебе. Он гений, на самом деле. Короче говоря, говорить не мешки ворочить, говорит нам Джонатан Снук, поэтому лучше как-то это, пойти и что-нибудь сделать. И поворочить. Он там внизу, кстати, классный такой, но мы уже обсуждали, что он такой бородатенький и полигональный. Да, да, он, кстати, из Австралии, насколько я помню. Не могу сейчас здесь найти. А, вот Лен Мо. Ну и он еще в конце пишет Джонатан Снук, I think you are awesome. Блин. Ну, что-то гений какой-то. Не сказано, откуда он, но почему-то мне казалось, что он из Австралии. Может быть, я где-то просто что-то вникал. Ладно, не важно. Окей, к не менее классному сайту практически один, это сайт, да, практически одна статья сайт в соцках и светских у нас. То есть все, кто у нас светские парни, светские львы, они всего лишь на одну статью к нам заглянули, поэтому... Да, считай, они стопудово выключат. А все, кто крутой, они останутся там на счет у нас Wordpress будет, на Watchpop и темы слушателей самое главное, поэтому не переключайтесь. А у нас соцки и светские. Spectacles. Spectacles, я бы даже себе знал. Spectacles, да. Spectacles.com, собственно. И мы здесь сразу видим, на вот этом сайте, такую, знаешь, в стиле Apple практически, в стиле Apple, такая разноцветная. Возможно, сейчас Apple уже так не делает, но они любили с iPod'ами вот так вот угорать. Я сейчас сразу вспоминаю, за ней перебью рекламу, гифку шуточную, когда AirPod зарепонировал. И там в стиле старой рекламы iPod'ов, где с белыми вот этими силуэтами, и они танцуют, у них выпадывают эти наушники, и они их теряют, и тут новые покупают. Их всех собака сжирает. Да, да. Да, и вот здесь в стиле вот iPod'а как раз вот такие разноцветные, разноцветные рекламы, такие фотографии людей, которые в очках, в таких круглых очках, чтобы вы просто представляли себе, как у Lepso, например. Но у них немножко другое, другая оправа, и оправа включает в себя две камеры в каждом очке. Ваше очко переходит в зрительный зал. Да, и можно чуть-чуть немножко проскролить, просто показывает, какой эффект, собственно, вот этот Spectacles, а это ни больше, ни меньше приложение, как я понимаю. Ну, это девайс для снэпчета. Да, девайс для снэпчета. Да, а снэпчетом, вот опять же, хотелось бы с нашими слушателями и зрителями подискутировать. Вообще снэпчетом-то в России как? С ним все туго? Никто не пользуется? Возможно, в московских каворкингах пользуется. Да, напишите, если вы что-то снимаете в московских каворкингах. Ну вот снэпчет, как-то он не сильно... У нас в основном инстаграм, инстаграм, все, то есть в снэпчете там то же самое, как я понимаю, просто можно кидать видосы, можно что-то как... Какой-то другой функционал. Видимо, есть еще немножко развита вот эта штука чата конкретно, потому что раз снэпчет, все-таки. Да, в инстаграме это все-таки директ-месседжи, там они... Они не очень... Не такие прям удобные какие-то и... Да, они просто еще... Вот я не знаю, зачем они нужны, кроме как тайно где-то с кем-то переписываться. Телкам писать, да, да, чтобы телкам писать. Вау, классная задница у тебя! Ну вот да. На самом деле, очки, ну ты расскажи, что они делают. Да, очки, очки, которые действительно... Вот, Spectacles, короче, они снимают хрень. Например, вы едете на скейтборде в этих очках, и они тебе снимают вот такую круглую картинку. Собственно, камера уже круглая, она круглая снимает, прикиньте. Да, она, короче, снимает круглую картинку, достаточно, как я понимаю, стабилизирована. Вообще, прям стабилизирована, качественно, и много FPS. Я прям смотрю и плавно. Да, возможно, в 60 FPS снимает, действительно. И вы спокойно снимаете и запиливаете фрил в Snapchat. Можно прям, это очки, это тонкий клиент, прям на них жать кнопку, и 10 секунд он будет делать Snap. Причем, если ты сейчас включишь вот там кнопочку Wireless Add Your Snaps to Memories on Snapchat, то там ты увидишь, что там, смотри-ка, охрене. Оно скидывает само, я понимаю. Оно скидывает, и там что-то, аж два каких-то очка. Так второе, это кнопка, я так понимаю, и Wi-Fi. То есть, слева управляющая, вот кнопка. Не, я конкретно вот сюда, вот эту, два очка. Мне кажется, это миниатюра. Это просто миниатюрка, да, я понял. Но вообще прикольно, да, у него там кнопка сверху. Возможно, это просто интерфейс Snapchat, и мы сейчас спалились, что мы дураки, и не знаем нихрена. Там, где вот, Никита вот это показывал. Твой палец не записывается, а мой курсор записывает. Да, но на самом деле очень шпионски так выглядят очки, особенно с двумя штуками. На самом деле достаточно страшно. Представляешь, ты разговариваешь с человеком, от которого просто вот две камеры на тебя смотрят, ФСБшник. Ну, я просто помню, что Google Glass'а запрещали потом везде. И они чуть ли не по этому провалились. Как Snapchat со своими Spectacles будет выходить из ситуации? Ну, может быть, тут прям реально видно. Google Glass'ы, они незаметные были, типа. А тут прям реально это наигранное, и как бы, ну, будут просто морды бить тебе сразу, и все. Если ты кого-то нежелательного в гарниме снимаешь. Кстати, да. Кстати, да. И, опять же, вот на последней кнопочке вот здесь, Specs Charge in the case. Есть как вот эти очки смотрятся в кейсах, в таких очень-очень хипстерских. Нет, заряжается Charge. А, они еще и заряжаются. Да, зарядка происходит в чехле. Единственное, что я смотрю на это на все, и оправа как-то не внушает доверия. Она какая-то, ну... Вдруг она из хорошего полимера, как Таппор Вэровский контейнер. Да, она должна быть, во-первых, из хорошего. И вот у меня тоже есть такие очки для компа. Тоже с пластиковой оправой, я имею в виду. Не такие конкретно. Да ладно. Вот. И у них оправа типа гнущаяся. Ух ты. Как мои научные. Но не такая, как твои научные, чтобы они сразу сломали. Да, нет, на самом деле, не настолько, конечно, гнущиеся. Конечно, их нельзя в баранку скрутить. Но если вы случайно там обранили их, и кто-то наступил, или жопой сел, ваша девушка огромной своей задницей села, например, или мама. Ваша жирная мама по американским комедиям села, и она даже не раздавит. As safe glasses, ты имеешь в виду? Да, as safe glasses, реально. Ну, кстати, вот смотри, лампочки, которые слева на управляющем очке, они показывают, что сейчас идет запись. Да. То есть, прям тут палево полное. Поэтому, видимо, и безопасно. То есть, ну, действительно, просто люди отвернутся там, или, я не знаю, что-нибудь в глаз тебе в натуре дадут, и все. Ваш спектр. Landing soon. То есть, очевидно, что еще будет какая-то информация здесь. Да, да, то есть, ну, я не знаю, ждем. Это слишком громкое слово для этой хрени. Ну, ждать, конечно, не ждем. Особенно по ниггерам в голубых очках. Я просто проскроллил назад наверх. Вот пока мы это все рассказываем, там Google конференция прошла уже, которая вот в данный момент. Я немножко просто проскролил у себя новости и увидел немножко, что они тоже какие-то очки представили. То есть, сейчас все погнали по очкам. Google Glass 3.0. Какие-то не картонную свою хрень, а что-то другое. Возможно, это как-то с виртуальной реальностью, возможно, нет, с дополненной, я не знаю. Ну, то, что это связано с Snapchat-ом, это вряд ли. Вряд ли, да, вряд ли. Что-то более монументальное. Окей, идем дальше. Дальше у нас Wordpress. Да, да, у нас Wordpress. И, как бы тебе сказать, да, я вторую тему про Wordpress снял. Ну, и Хринсон, давай. Да, первая. Практически я снимаю с себя одну тему с Wordpress. Просто первая, она на самом деле у нее продолжение появилось за неделю, пока она тухла. Пока она ферментировалась в нашем слайке. Так. Так вот, тема такая. V3 Total Cache вышло обновление на плагин. Замечательный плагин, между прочим. Прекрасный вообще. Мы его используем уже года 3-4. Вышла версия 0.9.5. И в чем фишка? Два года не выходила версия. 0.9.4 была в 2014. И все уже похоронили плагин. И даже было, сделали плагин V3 Total Cache Community Edition, типа того, в котором впилили поддержку PHP 7, нового Opcode Cache и так далее, там, обновление API. Представляешь, плагин настолько протух, что Cloudflare-овская API сменилась. И типа он, я не знаю, корректно он работал или нет, наверное, старый API тоже остался, как бы, как Legacy валяться. Но просто сам факт, что в новом, наверное, все быстрее, лучшее, выше и сильнее. Ну, в общем, да, Фредерик Торрес, это автор, он обновил, или Tones, я не помню. Tones, да. Tones, возможно, даже. Ладно, неважно, обновил плагин, но не тут-то было. И да, все-то думали, почему вообще произошло обновление. Неделю назад нашли XSS-уязвимость в плагине. И все ждали какого-то просто security обновления, чтобы хотя бы дырку заделать, и да. И тем самым, в принципе, все, наконец-то, блин, хорошо хоть нашли XSS, хоть будет понятно, забросил плагин он или нет. Потому что раз вышел V3 Total Cash Community Edition, то уже началась разработка чего-то такого, так скажем, крутого, параллельного. И тут вышло 0.95, а это не security релиз, а там дохрена новых фич. То есть реально. Ну, а security-то был? Да, естественно, пофиксен баг. Но, когда он вышел, почти у всех много у кого обвалился сайт, причем прям белый экран. Ну, знаешь, классический white screen of death. Да-да-да-да-да. Когда у тебя не включены ошибки, и влог они никуда не пишутся. И ты ничего не можешь. Да, и ты ничего не можешь, и ничего не знаешь. Потом выяснили, что это для тех, у кого PHP был ниже 5.3, у них был white screen of death. А кроме этого, вот лично у нас на Uweb Design, он тоже чуть-чуть конфликтовал, и там из-за namespace. Он не использовал namespace, все еще PHP-шные. А мы, кстати, на UwebDesign.ru в разделе книги, я сейчас вот расскажу об этом, выложили недавно книгу Modern PHP, в которой рассказано про namespace. Modern Warfare. Практически, да. Call of PHP, Modern Warfare. Так вот. И поэтому у нас тоже он бажил. Хотя бы white screen of death. Но это не черный пиар, на самом деле, плагин. Ты же справился с этим совсем. Да то, что я-то справился, это хрен бы с ним. Я просто удалил то, с чем он конфликтует, а именно shiny updates. Ну, это очень пойдет по докторам, просто удалить. Ну, конечно. Хрен. Диагностировать и вырезать, нахрен. Но, но. Так. Он выпустил 0.95.1. Знаешь, вот эти 0.95, он самый неущительный человек в мире. Вот я не могу это... Согласен, да. Вот как бы еще мы на версии 1.0 не доработали. Может быть, 1.0, это у него Pro-версия. Вот, например, Advanced Custom Fields, у них бесплатная линейка, это четвертая версия. А платная линейка уже пятая версия. Причем, они реально практически обратно несовместимы. То есть, там при апгрейде с четвертой на пятую надо переиндексировать базу и он, блин, переделает несколько... Несколько вещей. Уже не называть вещи своими именами. Несколько вещей переделает. Да, там даже импорт-экспорт в четвертой версии был через XML и через WordPress-импортер, а в пятой версии уже через JSON. Ну, отлично. То есть, там, может быть, у него Pro-версия, это 1.0, не готов ответить, потому что она... 1 раз купить, а там 100 баксов в год. Пошли бы они нахер. Согласен. Ну, так вот, даже E951, он все это фиксит и... TLDR, для тех, кто не хочет слушать, поддержка PHP 7, поддержка Google Drive, Amazon S3, Pecl Memcache, SRC Set, элементы, кучу всего. WP CLI, наконец-то, поддержку добавили. Nginx лучше поддерживается. И обновленные API для разных сервисов. Прям вот... Все теперь в этом релизе прекрасно. Поэтому ждем, ждем. Кстати говоря, даже делали плагин вот за эту неделю Fix V3C. Типа, чтобы пофиксить вот этот баг, потому что прям вот... Ну, не могли жить люди вообще без V3 Total Cache. И это, кстати, прям прикольно, что не могли. Я не помню, я поставил маркер или не поставил, чтобы сделать здесь ссылку на видос наш про V3 Total Cache. Будем надеяться, что поставил. И вообще, когда я сейчас... Даже если не поставил в начале, то появится в начале, потому что я здесь поставил. Все, заговорился. Ну, слушай. Отлично. Про WordPress сказали. Про научпоп сейчас скажем. Давай, переходим. Тут такая тема, короче говоря, что сегодня не сильно будем взлетать в космос, а будем приземленно исследовать человека. прикинь. Так. И тема-то про то, что есть такой миф, что мы используем лишь 10% от своего мозга. Не мы конкретно с тобой? Мы и 5% не используем. Да, опять же. А нормальные люди? А нормальные люди. То есть, возможно, наши слушатели. Наши зрители, возможно, больше используют. Да, они прям зрителият в этот момент. Ну ладно. Хрен. Те, кто донатят, они около 20%. Это стопудово, потому что они поняли, наконец-то, зачем жизнь нужна. Конечно, вот. Да, и, собственно, статья. Мне больше всего нравится, что это перевод. И перевод от Вячеслава Голована, он, посмотри, какой брутальный. Ну он топовый там чувак. Он топовый. Ты посмотри, он в очках, в бандане, возможно, от бандана. Да. В бандане. И там во всем тексте поняла, сказала, поняла, пошла, вот такое. Это смешно. Прекрасно. Это круто, это круто, да. Я, честно говоря, я сейчас вспомнил для себя, у меня из-за того, что здесь 3% мозга работает, я готовился к этой новости в прошлый раз, то есть неделю назад, и сейчас забыл обновить. И поэтому сейчас мы будем мой мозг развивать. Вот смотри, первое, мы используем лишь 10% от мощности нашего мозга. Тут, во-первых, ТЛД сразу нет, 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 нет. Во-вторых, ни хрена, это не так, короче, не 10% на самом деле. Сразу первый миф мы развенчиваем. здесь вот есть электроэнцефалограмм из коренной ее. Да. И тут даже пассивный режим. нет, просто вот это вот, вот это поняла, сказала, вот это та самая. Я сейчас, подожди, просто проскролю, как ее зовут, слушай, как ее, как ее, как ее. Мы в конце, то можно же найти Чепи его. Лизы, некой Лизы. И Лиза написала это на overthebrainbow.com. То есть на специализированном ресурсе? Да, где-то реально, там где, ну какая-то Лиза, хрен, не суть. Короче, она здесь говорит, вы подумайте, просто задумайтесь. Вот, короче, просто даже вы, когда спите, даже когда спите, у вас до хрена что происходит. Вы там дышите, вы там, у вас сны всякие, в общем, мозг не стоит на месте. То есть, здесь даже при том, что вы просто там потянулись за кружкой, там, или что-то такое, или подумали о кружке, там, вот такое, у вас уже там тысяча всяких, всяких нейронов зашевелилась, и это действительно, это не 10% от мощности мозга, это действительно до хрена. То есть, вы постоянно думаете, у вас башка соображает. Да я просто еще от себя добавлю, я некоторым образом интересуюсь подобным. и у нас все же нейроны, они разделены на поля под поля, причем при разрезе мозга это видно. Это знаешь, как вот мало кто знает, а если на карте Россия отдалится, то очертания некоторых регионов, они прям видны. Прям вот как по Саус-Парку, из штата в штат въехал, и прям хоп, и трейн сменился, прям окружение. То же самое и в России. То есть, некоторые субъекты, они уже вот такие, исторические, уже вот где-то ухаживают за дорогами, а где-то прям хоп, и сразу все, как после бомбежки, как в Карачаево-Черкесии. Я сразу извиняюсь перед нашими слушателями из Карачаево-Черкесии, но скорее всего, вы на СТЭК с автоматами слушаете, поэтому как бы почему бы и нет. Так вот, и эти под поля, они не одинаково, не одинаковые функции выполняют, поэтому просто говорить о количественной характеристике процентной использования мозга глупо, потому что мы используем пусть мы используем 10% каждого там полушария, и то это как бы не полушария, в смысле, а поле, подполь, и то это неправда, потому что у нас еще асинхронное кровоснабжение мозга, и мы, если будем много качаться, у нас только моторная область будет нейронов работать, и там все связи вырастут, куча синапсов, все круто, а там, где отвечают за математику, там все атрофируется нахрен. Качаться это, Александр, мой коллега, имеет в виду, что в качалке качаться. Конечно, заниматься пауэрлифтингом, а не качаться, например, в World of Worker. Это другие подполя, причем, возможно, противоположные полностью. Ну, кстати, да. Так вот, и поэтому говорить, в принципе, о каких-то количественных здесь параметрах бессмысленно, потому что у всех, даже если, допустим, в грубом приближении это так, и 10%, то у всех разные 10% работают. Ну, и как бы в нагрузке, естественно, там, это все возрастает, и то, что у нас мозг даже в покое потреблять 10% всей жиротвы, вот это 100% удобно, а под нагрузкой 30% как минимум. Хотя мозг-то всего 1 килограмм занимает полтора, два в самых топовых варианте. Ну, как известно, интеллектуальная работа самая тяжелая, потому что это больше всего энергии у тебя отнимает. Да, да. Я вот сегодня запарился жрать уже, если интересно. Да, второй, второй пункт. У разных людей преобладают разные полушарии мозга. И опять же, это не так. Тут есть тема про то, что у Шекспира левое полушарие больше развито. Как бы, это все хорошо, нет доказательств, подтверждающих идею, что разные стили мышления зависят от определенных полушарий, а также доказательств того, что есть связь между творческими способностями и правым полушариями. Знаешь, но любят говорить, да, я творческий человек, у меня тут правая. Ну, да, 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 но это, знаешь. Наоборот, исследования показывают, что люди одинаково используют оба полушария. Обе стороны мозга не отличаются с точки зрения связей или действий, независимых от творческих или логических способностей. Ну, кстати, была же тема. Я узнаю, что точно, если ты хочешь типа быть барабанщиком крутым, у тебя оба полушария должны быть развиты. Да потому, что тебе нужны и моторные области, и чувство ритма, и слух, и так далее, комбинации. Здесь как раз весь абзац о том, что у нас любые сложные когнитивные функции, кроме поссать, посрать, и еще кое-чем заняться, они требуют действия из нескольких полушарий сразу, из разных полей под полей. И вот именно эта комбинация, ее уникальность определяет твое поведение. Ну, в большей степени, в большой степени. Окей. Поэтому думать о том, что, может быть, как бы и преобладают разные полушария, но это не влияет никак на их поведение, потому что в конечном счете нужно и оттуда, и отсюда, и вообще. То есть, чтобы быть творческим по-настоящему человеком, у тебя должно быть все развито. Конечно. Потому что, как там хорошего человека должно быть много. Вот хороших полушарий тоже много. Не дай бог опухоли, конечно. Да. Третий пункт. Слушая Моцарта, можно стать умнее. И опять же, опять же, Тейлдер, слушая Моцарта, легче будет вращать воображаемые объекты. Видимо, на своем детородном органе, видимо. Вот. Здесь, короче, здесь есть небольшая такая цитата. Моцарт для детей. Разбудите детское творчество, сделайте его умнее, дайте нам свои деньги, покупайте наше барахло. Быстрый поиск по Амазон, Амазон, появляет много разных CD для увеличения, тут еще CD я не могу, для увеличения интеллекта младенцев. Ну, типа, знаешь, что деткам там ставят Моцарта, чтобы они были... Да, я слышал, что растения, мы в Одессе ставят Моцарта. Да, да, да. Детки здесь еще самые безобидные. Детки, хотя бы, могут сказать, блин, на туре нормально качает, а растения даже и этого не смогут, поэтому... Ну и вот, написано, Единственным эффектом вот от прослушивания Моцарта, собственно, было кратковременное улучшение пространственного мышления, продолжавшееся только во время эксперимента. То есть, пока ты слушаешь Моцарта, у тебя пространственное, возможно, лучше. И то это не подтверждено. Это у особых людей, я думаю. Особо одаренных, да. там дальше написано, что... Более того, схожий эффект был выявлен при прослушивании Шуберта группе Blur... Эффект Брид Попа, там еще... Да-да-да. И даже аудиоверсии новеллы Стивена Кинга. Ну, короче, слушать просто что-то надо. Просто что-то не слушаешь. И тебя открывается сразу пространство. Да, да. Четвертый пункт. Память хранится в мозгу, так же, как вещи в ящиках. Тейлдер. Воспоминания меняются со временем, подвергаются различным воздействиям и не всегда надежны. Ну, тут даже особо комментировать нечего, потому что даже, судя по тому, как я рассказываю эту статью, вы понимаете, как все хранится в мозгу. Действительно, все деформируется. Мы все... Мы многое забываем, особенно то, что не нужно. Особенно то, что у нас не вызвало никаких эмоций, например. Не вызывает. Вот. Поэтому тоже... Это тоже миф, на самом деле, что все хранится как вещи в ящике. И знаешь, это вот... Ну, хотя я не знаю насчет Шерлока Холмса. Любят же вот... Я так понимаю, даже сам Конан Дойл придумал этот термин про чертоги разума. Да я не знаю, придумал он его или нет. Может быть, ему тоже кто-то там мужики в пивной сказали. блин, использует. Точно, да. Вот. Васильич, можно я не буду тебя писать как этого? Изобретателя. Да, но там-то как раз вот метафора про то, что он заходит, он типа все всегда помнит. Но он заходит, и надо просто отыскать это у себя в чертогах. Ну, в реальности все немного не так, потому что у нас... Я не помню, как это называется, синапсогенез. Короче, каждый день связи по пять образуются и по пять пропадает. И за счет этого у нас воспоминания мутируют немного. Ну, представляешь, ты сначала ты был с левой рукой, а потом ты с правой рукой. Как бы ты, в принципе, остался таким же, но рука у тебя теперь другая. Я вроде всегда с одной рукой, ну ладно, окей. И... Черт, даже не думал, что так получится. Вот, и воспоминания, мозг их также меняет. Во-первых, кроме того, что он их меняет просто из-за того, что разные связи образуются, еще есть такое понятие, как чем дальше в прошлое, тем кажется, что было лучше. Это на самом деле... Ну, есть мнение. Я не говорю, что это сто пудово, вот есть мнение у Сергея Вячеславовича Савельева, что это у нас наследственно, что у нас был некогда 10 миллионов лет назад, райский период эволюции, когда везде были персики, мягкие фрукты, куча икры прямо в воде, там, на берегах. И не надо было заморачиваться, добывать пищу. Все просто ее руками брали. Кстати, от этого у нас зубы у всех атрофировались, уже 10 лет такой период был, 10 миллионов, точнее, лет. Так вот, и потом, после этого наступили там холода, я не знаю, всякие изменения, метаморфозы, точно мы ничего сказать не можем. То есть, как бы, географически это все было, ну, наверное, в Африке, но точнее, тоже не можем сказать. Так вот, и все изменилось, нужно было заходить в воду, отсюда появилась бипедальность, люди на ноги, на задние встали, чтобы руками ширудить под водой, ловить рыб по голому и так далее. Ни хрена, бипедальность это круто. Ну, то, что на двух конечностях, а не на четырех, И все, и с тех пор люди помнят, блин, раньше лучше было, раньше можно было просто жрать и ничего не делать. Я просто себе представляю, чтобы резюме написать бипедальность. В совершенстве, в совершенстве бипедален, да? Это значит, бегаю хорошо. Ну вот, и, и вот, дескать, с тех пор у нас мозг привык оглядываться назад и думать, что раньше лучше было. Так. Ну, это то, что мы ностальгия называем. Ну да. Она свойственна людям просто по определению. Может быть, кто-то из комментаторов назовет Сергеевича Славича и меня, как его адепта, мракобесами? Я думаю, что у нас комментаторы даже не знают таких людей. Ну, тоже может быть, да. Но просто вот ребята с антропогенез.ру, они все время критикуют Сергея Вячеславича. Думаешь, у нас есть такие ребята? Я во все верю. Прямо вот, возможно, прям сами Александр Соколов и Георгий. Я думаю, у них один процент от мозга работает. Согласен. Переходим дальше. Последний блок, последний блок, это темы слушателей, собственно. Я перед тем, как просто, вот у нас есть здесь отобранные три темки, чистейшие. Я вам просто хочу сказать, что многих людей мы сегодня не обсудим, их темы, потому что... У них тоже один процент мозга, скорее всего, работает. потому что некоторые люди, то есть у нас так получилось, что у нас вот эта одна тема, она получилась на два подкаста. И какие-то люди написали уже чуть позже, чем мы отбирали эти темы. Да, конечно. Есть люди, которые уже в 98-й попадают. Да, в том числе длинные темы от Слипин Коуда, от Слипин Коуда. Так нет, он не написал в темах в 98-м. А, да? Ты что, еще новый создал? Я неделю назад создал новый, в том-то и делал. Хоть мы и не записали подкаст, но я создал новый. И там именно в новой 52. Тут-то 33 комментария, а там-то уже 52. А, нихрена. Ну ладно, окей. Тогда, короче, пошли в жопу. Ну нет, можно сказать, что у нас комментарии обновились. Комментарии обновились, да. Что самое главное, посмотрите, у нас немножко задизайнен по-другому блок комментариев. Да, теперь все по черточками раздельно понятными. Теперь древовидность только на один таб, так скажем, смещена. Чтобы просто было видно, где началась дискуссия, и как она продолжилась. Не подвочу вот эта вот колбаса вправо, а вот так вот. Да. И появились бэджи легкие. Автор поста и открыт по ссылке. Я вот на данный момент, наши зрители видят оба из них, а слушатели, просто представьте, обычные бэджи с бордер-радиусом там 5 пикселей. Я тоже открыл. Слушай, представишь себе представить с бордер-радиусом на 5 пикселей. Я легко, в легкую вообще. Меня ночью разбудит, покажи бордер-радиус 5 пикселей, я покажу там все. Нормально. Да. Ну ладно, перейдем к комментариям. На самом деле, мы работаем над ними. То есть, не думайте, там уже, я так понимаю, скоро лайки будут в следующем релизе. Прямо вот в следующем релизе лайки, да. То есть, вообще, в принципе, мы видим, что вам интересна эта тема, что вы оставляете комментарии, что это живет. И мы работаем над их UX-ом, потому что вы все же напишите, а что у вас UX-подкасты, комментарии, такое говно? Да. А больше у нас вот 5% только от мозга работает. Ну и еще хочется сказать, что тех людей, которых мы не прочитали по каким-либо причинам, мы на самом деле все темы просмотрели. Мы их все даже обсудили в пивной. И плюс, ты очень многие темы заинствуешь, как я понимаю, и ставишь некоторые в паблик даже. Прямо в полезные ссылки, да. Да. Так точно. Поэтому предлагайте, не стесняйтесь. То, что мы вас там в прошлый раз не посмотрели, в этот раз, возможно, и посмотрим. И поэтому... Да, я всем адекватно пишу, почему нет. Или почему да. Вы можете смотреть, почему других да. Можете анализировать, почему у вас нет. Да. И, кстати, сейчас уведомления приходят на почту. Да, да. И в спам. Я поправил, чтобы в спам не приходило. Добравил всякие... Добравил. Добавил всякие подписи яндексовские, цифровые. Поэтому прям смотрите у себя в ящиках. Не забрасывайте наш сайт, если вдруг посмотрели, написали комментарий. Скорее всего, я вам как минимум отвечу, скажу спасибо. Пишите еще. А может быть и другие люди, у вас завяжется дискуссия и будет вообще круто. Окей, первая тема из выбранных кто по масти. Она у нас так заглавлена. И господин... Господин Мартин. Лютер Кинг. Я не знаю, какой-то... Какой-то Мартин. Пишет, предлагает ссылку Design Practices in Virtual Reality. Игорь, делюсь интересной статьей и задаю вопрос. Расскажите про то, где вы работаете, где работали, чем занимаетесь. А то мнение вы свои высказываете, а кто вы и что по масти, не очень понятно. Слушай, я понял, почему я в прошлый раз не считал эту тему. Потому что мы не собирались ее обсуждать. Мы хотели на вопрос ответить. Тема занудная, умная. Можно ее посмотреть, кому интересно, но она как бы в подкаст не зашла. Не, на самом деле, я из-за того, что ее прочитал, я просто скажу вообще в двух словах. Там, короче, настолько все обтекаемо написано. Чувак не знает все равно. То есть, он понимает, что такое верючало в реалите? У меня для зрителей все-таки откроют прям легким скроллом. Да, прям легким движением руки. То есть, чувак говорит, что это еще будет. И нужно понимать, как нужно дизайнить виртуальная реальность. Что виртуальная реальность это все-таки не 2D, а 3D. И что просто 2D-блоки в 3D-атмосфере смущают. Надо делать все по 3D. И он там несколько пунктов расписывает, что блин, чуваки. Вот, допустим, мы все знаем, что у 3D, вот такой вот виртуальной реальностью у атмосферы должен быть обязательно земля где-то, пол, линия горизонта. Вот, там должна быть атмосфера, какие-то звуки в атмосфере должны происходить. Как-то она должна там, объекты должны быть ближе. По законам реального мира жить, короче. Да, да. И там в конце, вот если просто все проскроллить, дизайнер, короче, который будет дизайнить что-то под 3D, какой-то интерфейс, например, конкретно вот он говорит про UX, UI, он должен стоки, столько делать уметь и физику знать хорошо. Соответственно, раз вы объекты передвигаете туда-сюда, это уже не 2D плоскость все-таки, а 3D. И там и физику, значит, ну и сам дизайн, и все принципы, в общем, охренеть. Я вот не читая статью, даже могу сказать, что мозг, опять же, он заподозрит фальшь сразу. Если хоть что-то вот не будет реагировать не так, как в реальной жизни, сразу потеряется эффект присутствия, сразу мозг, о, фу, неинтересно, это так, меня обманывают, он скажет. И не будет получать удовольствие, сволочь такая. А создателям дизайна виртуальной реальности хотелось бы, чтобы он получал удовольствие и платил бабки. Согласен. Ну, смотри, как мы не хотели, а вот нас Мартин заставил все-таки посмотреть. Ну, вот, вторая часть его вопроса, его комментария, про то, что, расскажите про то, где вы работаете, где работали, чем занимаетесь, кто ты по жизни. Вот. Ну, я не знаю, мы уже, опять же, мы, интересно, сто тысяч раз рассказывали или ни разу не рассказывали. Я, слушай, может и ни разу. Ну, давай, да, давай один раз расскажем. Короче, начинать по классике, как в резюме, писать, что ты, во-первых, я просто вспомнил, что у нас чувак один на работе подал, еще до меня, когда я еще не работал на своей работе. Сейчас я расскажу, где работал. Где работаю, точнее, работаю, что-то я все. Чувак подавал, короче, на аналитика, вот кем я работаю сейчас, аналитик игровых данных. Он писал в резюме, что он кальянщик бывший. Зачем? Я тоже не знаю, он кальянщик. Может, он тоже компанейский. Многие люди любят указывать в резюме, что они, у них тачка есть. При том, что они тоже подают, там, на какого-нибудь аналитика, на гейм-дизайнера, например. Вот, да, короче, просто, да, скажу, что я сейчас работаю аналитиком игровых данных в нашей челябинской студии, которая игры делает по всему миру. Вот, да, игры такие, такого плана, как, типа, типа, казуальные игры для социальных, для мобилок. Короче, не, мы пока не делаем, к сожалению, Doom и там, Counter-Strike, к сожалению, пока. Но, хотя бы Doom 2. Да, да, но немножко двигаемся в этом направлении. Вот. Ты прям нам подковровый, ты сейчас соглашение и разглашение наружу. это ничего никто не знает, все равно, это все фигня, это новодевилами, я мог же так же бы сказать, что мы с тобой не знаем, что делаем. Вот. По совместительству делаем его дизайн с Саней, опять же. Ну, то есть, как бы, как делаем, я смотрю, Саня делает, как обычно все. Ты же понимаешь, что без тебя бы этого не было. без тебя, да, 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 вот это. Сейчас начать вот это вот. И случай с московского ковальгинга. Вот. До этого мы с Саней, собственно, работали на, просто на, на фрилансе, так скажем. Дизайн или веб-дизайном занимались. Поэтому я сейчас нихрена не знаю по веб-дизайну, как и раньше не знал, но сейчас я еще больше нихрена не знаю. Поэтому Саня, в основном, здесь в этом подкасте все-таки мозг, у него 100%, вот, а я все-таки, короче, ну там другие органы, как вы понимаете. Вот, да. Да, да. Еще до этого я работал на заводе. Вот, дальше уже все рассказывать. Ну вот как-то так, то есть, кто мы по масти, я не знаю. Можно ли, короче, ну закончили, там мы все-таки профильное. Да, то есть, можно ли говорить. Можно ли говорить, технология в образовании, мы сейчас образовываем людей. Да, да, можно ли говорить, что мы, короче, просто зря умничаем? Возможно, по каким-то пунктам можно, но это каждый для себя выбирает. То есть, если вы слушаете какого-то чувака, он всегда говорит свою точку зрения, правильно? То есть, неважно, даже если он очень умный в чем-то, он будет с какими-нибудь там своими приколами и будет говорить свою точку зрения. Поэтому вы в любом случае нас слушаете из-за нашей точки зрения. Нравится вам это или нет, мы смотрим по вашим, опять же, отзывам, комментариям. С сертификатами MIT, к сожалению, не подтверждена нашей компетенции, но это смешно на самом деле, потому что на практике мы с Никитой до хрена всего сделали. И у нас были все виды отрицательного опыта, который мог бы только быть, поэтому мы знаем, о чем говорим, когда говорим о плохом или хорошем UX. А я, я, да, мы с Никитой сначала работали на фрилансе, потом я работал один на фрилансе долгое время. Теперь я работаю с коллегой из Калининграда, у нас компания своя. Нет, ты сейчас сразу и то, и другое, у тебя 24 на 7. Да, ну это понятно, но я начну с малого, по хронологии, что-то. И да, мы с ним тоже делаем различные решения на WordPress, и не только, даже в Bittrex макаем иногда органы. И да, не только сайты, не только визитки, лендинги вообще не делаем, сейчас вообще на них нет спроса, но и делаем всякие CRM-системы, системы для... Короче говоря, автоматизируем бизнес-процессы, коллеги, поэтому обращайтесь, если что кому надо, в контактной форме, можно нас найти и каким-то образом что-то у нас заказать, мы прям возьмемся за проекты любой сложности. А кроме этого, я еще в поликлинике работаю, на техподдержке. Ты так сказал, как будто ты там моешь пробилки. Да, поломойки. Анализы еще соберу. Но нет, да, на поддержке все-таки, как бы сказать, этой технической части в автоматизированном отделе системного управления, что-то такое. Как-то так структура наша называется. Вот поэтому... Слушай, не, на самом деле, вот, блин, это же все такой опыт охрененный, на самом деле. То есть, где бы ты ни работал... Конечно, когда тебе бабульки звонят, у них принтер не печатает, а они просто его не воткнули в компьютер. Это опыт прекрасный. И ты понимаешь, что как важен UX. Да. Как важно на принтере памятка из пяти шагов. Проверь, что принтер включен, провер, что он воткнут в компьютер, провер, что в нем есть бумага и провер, что есть картридж хотя бы. Проверь, что ты его не отправил на дозаправку там или на замену. Причем я сейчас не то, чтобы... Ну, не то, что можно сказать это словом завидую тебе, но у тебя действительно есть шанс почувствовать себя в сериале «Клиника». То есть, у нас вообще, каким-либо образом связаны с вот врачебной вот этой хренью всей структурой. Потому что нас слушают всякие разгильдяи. А врачи, они в основном чуваки, которые по 6 лет впахивали, до этого учились и вообще они нас не будут слушать в основном. Хотя, если вы врач, напишите в комментариях, опять же. Да, да. Да, да. Может быть, не я один на работе в халате. Да, да. Это прикольно. Просто себя почувствовать действительно в клинике. Вот эту, ту самую атмосферу ощутить, это реально круто. И систему периметра у офтальмологов починить. Перетесты. Да, да, да. Они все такие в халате, как там, JD. Да, JD, Dr. Cox. Dr. Cox. Это круто. Это действительно прям реально круто, поэтому спасибо за вопрос. Спасибо. Следующий. Если какие-то уточнения интересуют, можете в комментариях на YouTube спрашивать уже. Да. Пухля прокомментировал. Ух ты. Прокомментировала. У нас просто нету в комментариях же полов. Пухля, я не знаю, если фотографию, только можно прислать. Ну, согласен, да. Привет, ребята. Добавьте смайлики, колобки очень не хватает. Ну, пухли-то понятно. Может быть, нет, кроме шуток, может быть, когда-нибудь и будут смайлики. Но пока нет. Да. Насколько целесообразно использовать гид при разработке сайтиков? Но когда делаешь их по заветам Форда, конвейера, много и быстро. Зачеркнуто качественно. Нужен, полезен или в таком случае версионный контроль? Или можно ограничиться ежедневными бекапчиками на хостинге? Давай. Ну, да. Раз уж мы представили, кто чем занимается, наверное, я отвечу на этот вопрос. В общем, суть в том, что лучше всегда использовать версион контрол, потому что даже ежедневные бекапчики это дрочиво. Давайте назвать вещи своими именами. Особенно если таких сайтиков у вас несколько и вы вдруг робко выпросили у кого-то из своих клиентов деньги на поддержку ежемесячно. Вы все проклянете, если у вас нет контроля версии, потому что бекапчики что же надо где-то хранить? И, скорее всего, место, где вы их храните, отвалится с большей вероятностью, чем гитхаб или битбакет. Я просто, знаешь, наверное, наши люди, которые... Наши люди в булочную, во-первых, на такси не ездят. Да. А во-вторых, наши люди, которые пользуются компьютерами хотя бы больше, чем один год, они понимают, что все жесткие диски и все это ненадежная хрень. Все это, во-первых, может деградировать, как полупроводник. Как и пользователь сам. Естественно, да. Вот, да. А во-вторых, ну блин, ну какого хрена, ну чуваки, ну действительно, есть уже такие системы, как гит. Да. И не просто гит, а гитхаб, который уже за вас захости. Ну ладно, вы просто вгите у себя на локальном сервере, охраните, он тоже может сгореть. Но вам могут крыс сожрать. Да. Это вам уже из реальной практики. Так вот, поэтому, ну, если отбросить, так скажем, ерничанье, то почему надо? Потому что можно к любой версии откатиться. А вдруг у вас клиент проспится и захочет цвета из версии 5 назад. Да, это круто. А здесь у вас все сохранено, вы спокойно откатываетесь, даже хрен бы с ним, там автоматический откат. Можете просто хотя бы посмотреть, что было 5 версий назад и его ручками переделать, если вдруг там много воды утекло, вы не хотите там именно пол коммита вычленять там и так далее. Но это, это очень удобно. И, если говорить о том, что по конвейеру делать, то всегда можно сделать типовое решение. Типовую родительскую тему, вокруг которой делать дочерние. И, соответственно, и родительскую, и дочерние хранить в разных репозиториях и обновлять. Если у вас родительская обновилась, и вы условно вдруг решили во всех ваших шаблонах у всех клиентов убрать админ-бар варт-прессовский сверху, пушнить это в родительскую тему, и оно везде пропадет. И вам не нужно будет, опять же, баяться. Ну, короче, тут выбор очевиден, короче говоря. Если не умеете, учитесь, если умеете, пользуйтесь. Один раз себя задрочите, зато потом сэкономите себе кучу нервных клеток, которые, как известно, не восстанавливаются, только если у вас опухоль или нет. Да не, ну вообще, когда вот ты представляешь, ты конвейерно делаешь сайты, и это, когда у тебя все это на компе хранится, это попахивает, честно говоря, как попаха. Это прям вот как у нас поставили во дворе мусорную клетку для перерабатываемого мусора, и туда всякой говно сейчас начинают скидывать, и вот там тоже попахивает. Поэтому... Вот да, да. Ну и последняя тема из блока темы слушателей, сейчас я ее открою, Red Monkey, то есть красная обезьяна, прокомментировал, привет, пацан Тре, прокомментируйте ссылку, почему не пришли, подкачали. И там, собственно, ссылка, это в Челябинске на старт продаж iPhone 7 никто не пришел, и протухла, протухла темка немножко, хотя ей всего 9 дней, но кажется, что уже вечность прошла. Ну нам просто, кроме вот этого раза, где Red Monkey ее кидал, уже к 98 выпуску ее дважды кинули. Ну да. И на ВК спрашивали, и меня в личку даже уже спрашивали, что они пришли. А я вам просто вот, я вас сейчас погружу немножко во все, во все. Когда вышел iPhone 7, собственно, а это было, видимо, с 24 на 25, раз тема 25 сентября, за iPhone 7 в некоторых городах, таких как Москва, например, или Петербург, выстроились действительно очереди. Я тебе предлагаю даже открыть первую ссылку, которая выстраивается. Открывай. И перед Гумом, а Гум, как я понимаю, это на Красной площади? Меня не спрашивают. Ты там недавно был? Да, я не знаю. В Сум-Гум я просто их путаю, поэтому не варь. Короче, выстроилась действительно, ты посмотри, сколько там народу. Да, зрители, обратите внимание, слушатели, ну, наверняка, если вы нас слушаете, вы едете в метро, вы отлично знаете, Гум, вы отлично знаете, какие там бывают очереди. да, 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 двухъярусные, я так, просто охренеть, чуть-чуть, просто охренеть, да, и тут здесь много фотографий, и не только Москвы, и здесь действительно, ты посмотри, ну, охренеть, айфон 7 все хотят, с 22 на 23, извините, извините. Окей, окей, а в Челябинске, как пишет Комсомольская правда, она, конечно, много чего пишет. На контрасте. Да, в полночь, 23 сентября, гостей ждал лишь один салон в Челябинске, то есть вот прям таргетировано, один салон, здесь на фотографиях видно, что это Beeline, не реклама, к сожалению, и в 00.01 пацаны открыли дверь свои, с айфонами, седьмой винач, и типа давай, и никто, ажиотажа у магазина не наблюдалось, как написано. Единственное, устремилась лишь одна девушка, подъехавшая на Porsche, здесь это подчеркивается, и та ушла без покупки, рассчитывала на седьмой плюс, понимаешь, а привезли только семерку, Beeline'овцы. Да уж. В итоге, новинки смогли порадоваться только продавцы, которого руководитель поручил работать до последнего клиента, ну то есть они быстренько ушли спать. Вот как-то так, представляешь. Мне интересно, они ждали опоздунов хотя бы минут 20? Ну наверняка, наверняка, но это смешно. Им это, видимо, не помогло. ты посмотри в комментариях, какие там в Челябинске в айфонах пока нет необходимости. Да, там хорошо вообще. Да, с фишечной коробки, да. Да, да, но я не знаю, у нас, это вот, это причина того, что у нас просто нет денег, допустим, у челябинских чуваков, или у нас все уже люди закупаются на сайте и в булочную действительно не ходят. В Xiaomi, возможно, они закупаются еще. За 11 тысяч, M3 или X3, как там они называются? Я каждый раз, когда мы упоминаем Xiaomi, так, мне кажется, что они уже с вилами к нам придут под окна орать. Кто именно? Сами китайцы или адепты? Возможно, адепты позовут китайцев, и тогда нам уже все. Не сдобровать. Тогда они не поздоровятся, потому что, так стоп, ну блин, ну вдруг кто-то правда в Челябинске с ними. Я вот даже ведь не знаю ничего. Не, я, кстати, опять же, я каждый раз тебе это повторяю, что наши вот эти чуваки, которые топят за Xiaomi, они, во-первых, не знают, что ударение на последний слог. Да, они знают, что не ксс, а ся просто надо. Да, но это они, может быть, знают, но ладно. Они еще не знают, что Xiaomi, это, короче, это рисинка. Черт, я думал, капелька, почему-то я, ну да. тоже рисинка, ты каждый раз, мне каждую неделю это напоминаешь, на самом деле, я вообще еще не могу запомнить, что... Поэтому просвещайтесь, не то, что вы просто нам каждый раз пишите, что это круто, это прям круто. Знаешь, причем, почему, я сейчас вот про рисинку мне напомнил, что если ты айфон уронил в унитаз, его надо в мешке риса просушить. Да. Возможно, так и родились Xiaomi, они сразу были водонепроницаемые. Ты имеешь в виду, Xiaomi это те айфоны, которые сушили в рисе? Да, скорее всего. Но я понимаю, что рис в Китае это довольно популярно, это как, я не знаю, водка в России. Это такое, это мне кажется, как священное что-то. Ну да, да, может быть. Но вообще, я не знаю, будем ли мы это анонсировать, но скорее всего у нас будет анбоксинг 7+, 7 плюсного айфона на канале. Хотя казалось бы, вы наверное посмотрели уже везде эти анбоксинги, но если конкретно от нас хотите пару мыслей услышать, как мы держим в рученьках. Пару шуток каких-нибудь. Пару шуток саль. Про шутто. Да. Про шутто есть мы не будем, да. Да, правильные пацаны заказывают на сайте. Потому что там можно выбрать вот что угодно. Сразу чехол какой угодно взять, там кожаный, не кожаный. Слушай, нам надо будет как-то это короче оформить, не как обычный анбоксинг, как с какими-нибудь новостями прикольными, вкраплением. Ну придумаем, придумаем. Это будет забавно. Можем в Билайн с ним сходить. Там его не будет, а мы его принесем. Да, напишите в комментариях, в общем, что бы вы хотели от этого видеть. Еще раз я вам напомню, просто на нашем сайте иоопдизайн.ру можете в сайт-баре найти тему к следующему подкасту, к ближайшему подкасту, оставлять там свои темы, которые вы хотите, чтобы мы посмотрели, почитали, может быть, предложили в паблике. Я быстро скажу, мы здесь в сайт-баре случайно видим видеоигры с иоопдизайн. Скоро начнется новый сезон. Да, да, да. И я даже не про стримы наши говорю, а новый сезон летсплеев всякого. Поэтому подписывайтесь, чтобы не забыть потом подписаться. Тем более у тебя все там, геймпад починен, все сделано. Все есть. Вот, наконец-то перенесли аудиоинтерфейс. Да, Возможно... Скоро стойки придут железные, вообще жить можно. О, блин, это 6-го числа. Это следующий подкаст будем записывать в два микрофона, не будет шума, вообще ничего не будет. Будет просто чистейший мы. Отлично, отлично. Ну, я, опять же, мы, из-за того, что мы уж так с тобой тут разоткровенничались, нам надо заходить, я думаю, на youwebdesign.ru slash donate. Конечно, конечно. И все-таки те, кто хочет, я не призываю всех, но те, кто хочет, может нажимать на кнопку, на пулечке по поддержке youwebdesign.ru slash donate и оставлять, опять же, свои средства, закидывать нам на наши кошельки и мы будем покупать на них опять штуки-штуки, которыми... мы же не то, чтобы героин на них покупаем. Да. Мы все в дом, все в семью, в нашу большую youwebdesign.ru и семью. Поэтому тут как бы... Да. Все круто. Здесь для вас все варианты. Яндекс.Деньги, PayPal. Кстати, я сразу пользуюсь случаем, если вдруг кто-то хочет нам задонатить, но нет тут вот той возможности, которая вам нужна. Kiwi кошелек. Webmoney, может быть, я не знаю, что там. Биткоины. Вы говорите об этом, мы попробуем как-то справиться с вашим желанием. Да. Кто мы такие, чтобы мешать вам нам деньги занести? Да, такие. Такие. Ну все, всем спасибо. Что мы там говорим обычно? Абойку обсуждаем еще. Короче, я ее видел уже в прошлый раз, и я хотел тебе сказать, Сань, это из твоего личного архива какая-то фотография, или все-таки как обычно мы по традиции сансплэша? Сансплэша, сансплэша, это прям вот... Ну слушай. Была тогда... Хорошо отлайканная фоточка была. Я бы на этих лайкеров-то посмотрел. Сусиками. Да, да, там сусиками, дядьки в очках. Тут, слушай, у меня несколько вариантов. Вот смотри. Возможно, возможно, это наш неокрепший слушатель бежит. Который не дослушал до конца. Это вот тот, который бежит... Он от нас бежит, возможно. Это тот, который бежит Xiaomi, значит, круто. Вот это вот он. Да, да, в сандаликах. Да, в сандаликах бежит. И он скоро вырастет, и будет, все будет понимать, и будет так чинно, благородно по этой дороге просто гулять. Возможно, со своей женой, со свекровью, почему-то я хотел сказать. Ну, тоже может. Нет, свекровь — это убаб. Ну, ладно, неважно, тоже смешно. Возможно, это первый вариант. Второй вариант, ну, скорее всего, скорее всего, этот маленький шалунишка, это наш подкаст, и мы как бы в самом начале дороги, пути, вот эта, которая извилистая такая. Согласен. Самое начало пути к хотя бы ста тысячам подписчиков и к серебряной ютубной кнопке. Хотя, если бы, чтобы ютуб не отменил эту традицию, когда мы дошли до ста тысяч. Да, когда это будет, они, возможно, уже платиновые будут. Мы же будем камнями отбивать опять белье и там что-нибудь такое. Да, но это даже, я думаю, не проблема в том, что на нас подписывают не так, как на какого-нибудь Ивангая. Мы же здесь не то, чтобы сидим и дурачимся, мы же здесь что-то серьезное привносим. Все-таки какое-то творчество у нас. Хотя мы, казалось бы, уже сказали, где мы работаем, и вся серьезность, она улетучивается, но нееносно, поэтому... Я думаю, что наш подкаст это телега, след от которой остался на асфальте. А кто бежит все-таки? Бежит, бегут слушатели. Они по хронологии бегут за телегой, а телега в самом конце это место, когда мы сказали про Донат. То есть, как бы он за углом точно не знает, что там, а там такая противная телега, которая попахивает. С навозом. Конечно. Труповозка из Варграфта третьего. Вот прямо она там стоит. Отлично. Так что, это в натуре наш неокрепший слушатель. И, кстати, окрепшие слушатели, не забывайте нас подписываться в соцсетях ВКонтакте, в Инстаграме мы каждую неделю теперь бомбим фоточки. Кто думал, что мы его забросили и не подписывался, прям подписывайтесь, не стесняйтесь, все будет хорошо. В iTunes нам пишите отзывы, ставьте звездочки. Мы прям за сотню там перевалили. Да. Скоро уже до радио идти дойдем. Да. Довился комок, конечно, вряд ли, но да, это не реклама, все они, к сожалению, не знают о нашем существовании. Можете им рассказать, если вы особо приближенные к ним. Да. Но да, с вами были Никита Тарасов и Александр Гончаров. Увидимся через неделю и услышимся. Пока. Пока.